Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брандт, а вы на моем канале смотрите 13 по счету фильм из серии фуд-блогеров в городе. Сегодня на примерах рассмотрим гастрономию Петербурга и узнаем, чем город сыт. Этот выпуск для меня особенный по трем причинам. Во-первых, езжу в Питер каждый месяц на несколько дней и систематически привожу оттуда обзоры заведений. В общей сложности их на обоих каналах набралось 78. Это код региона. Я на самом деле не подгадывал, так получилось. Более того, Петербург мой родной город. Я прожил там 80 процентов своей жизни. И в-третьих, в этом году, буквально три дня назад, ему исполнилось 320 лет. Стало быть, крупный юбилей. Петербуржцы и гости города. Считайте этот фильм моим скромным подарком ему и вам, потому что Белые ночи никто не отменял. Уверен, многие из вас поедут в Северную Пальмиру посмотреть на развод мостов, а днем будут искать где поесть. Я собрал для вас гид из лучших, на мой взгляд, из самых знаковых мест города. Как и в случае с Москвой, я не пользовался вашими советами представления маршрутов. У меня свое видение. Естественно, вместить в один фильм все достойные места нереально. К сожалению, многие топовые заведения я обделил вниманием, но есть и хорошие новости. По ссылке в описании в моем телеграм-канале ведущий футблогер вы найдете список ресторанов, не вошедших в обзор, но которые можно смело посещать. Видео получилось немногим меньше трех часов и выбрало в себя 21 точку общепита. Фаст и стритфуд, доставку, кафе, рестораны, бары и, конечно, три кита, на которых зиждется гастрономия Петербурга. Шаверма, корюшка и пышки. Это вам не шаурма, зубатка и пончики. Тут другие ребята. В основном сегодня будут проверенные места, обзоры которых вы уже могли видеть, но также вас ждут и приятные, можно сказать, легендарные сюрпризы. Предлагаю прямо сейчас поддержать меняемую команду лайком. Это всегда кстати. А если еще и подпишетесь, вообще будет здорово. И не забывайте, что в моем медиа награда за еду прямо сейчас и каждую неделю проходят розыгрыши сертификатов в рестораны. Подробности по ссылке в описании и по QR-коду. Обязательно готовьте себе что-нибудь вкусное. Приятного просмотра и аппетита! Май, Петербург, дождь. Никто вам в мае и даже летом не гарантирует хорошую погоду, но в любом случае мы начинаем. И начать фильм про гастрономию города следует с главного блюда, с шавермы. Каждый житель города назовет вам ту самую около дома или в центре около работы. Но я считаю, что есть две легендарки. Одна из них на пресечении Невского и Литейного. Ей в этом году 25 лет. Вот он, золотой стандарт питерской шавермы. В Пите за 220 рублей. Тот самый чесночно-куриный аромат. Снимаем эту вот упаковочку. Ох, посмотрите, естественно, сверху тоже отдельно нам положили соус. Нюхайте еду, особенно питерскую шаверму. Правильную питерскую шаверму. За ваше здоровье, господа. Много куры, много соуса. Она не сухая. Овощи свежие, хрусткие, сочные. Вот правда, это вышечка. Невозможно остановиться. Ничего лишнего. Ни картошки, ни морковки. Вот все как надо. Все по питерским канонам. Также я решил взять новинку. Шавер бургер. 150 рублей. Но уже вижу, что, конечно, это далеко от одеяла. Два вида огурцов. Соленый и свежий. Ну, довольно много курицы и тот самый соус. Крошка в горло попала при вдыхании. Ну, понимаю, новинка и нужно развиваться, но лучше брать классику, либо какие-то вариации именно шавермы. То есть можно взять лаваши, пить обязательно, можно двойную пить. Но бургер, возможно, удобнее есть, хотя тоже сомнения. Вот там пита идеальная. Здесь булочка, ну, она либо пересушена, как здесь, либо ее могут делать, наоборот, сырой. Лучший враг хорошего шаверма лучше бургера. Мне нужно было попробовать, вам не стоит. Вторая легендарка нашего города в плане шавермы у Захара. Не выставочный вариант, не парадный, вот просто душевный и известный среди местных. Давайте проверим, как там сейчас обстоят дела, потому что я тут был давненько один раз, то есть меня тут абориген притащил, говорит, это прям то. Я ему поверил, проверил, было неплохо, но все-таки пора перепроверить. Заведение максимально атмосферное. Вроде вот простое, такой ларек-дворец, но он стоит уже на этом месте очень долгое время и радует местных жителей, в большинстве своем. Рядом Новочеркасска, станция метро, я думаю, что многие заворачивают за угол и наслаждаются. Меня сюда однажды отвел местный житель, который говорит, это просто гениально. Может быть, конечно, только он так считает, но я запомнил, что это легендарка и нужно пробовать. Здесь всего восемь позиций, то есть есть лаваше на тарелке, двойная лаваше, есть московская, либо с луком, либо с картошкой фри, есть фалафель, но нужно брать на тарелке. И я взял в пите для того, чтобы сравнить с той легендарной. На улице вывешен гениальный график работы. У Захара 24 часа в сутки, но с 3 утра до 7 утра технический перерыв. Вот такие вот 24 часа. Есть биппер, мы заказали. Ожидание где-то минут 20. Дождемся. Шаверма на тарелке. Огромная по массе 360 рублей. Видим разные овощи. Да, картошка, да, морковка, соус тот самый белый. Много курицы. Посмотрите, что есть тут. Ну, где-то треть занимает. Помидорка нарезанная и наструганный огурец. Так идет пита для того, чтобы мы закусывали. Начнем с соуса. Чесночный. Ядреный, хороший. Ну, давайте пробовать. Вначале, естественно, курицу. Проверим, как она. На вид хороший. То есть тут хрустит в уголках, судя по корочке. Ну, и должна быть мягкая. Как и нужно. Все замечательно. Свежий угрец. Тоже кайф. Что по помидорке. Помидорка, конечно, не бакинская. Отдельно пустовато и чуть-чуть кислит. Но, в принципе, если вы едите все вместе на тарелке, то, я думаю, что будет хорошо. Давайте, правда, попробуем это блюдо. Как оно есть. Все вместе взятое по максимуму. Вкусно. Еще вкуснее. Ну, шаверма у Захара все-таки, как это, не выставочный экземпляр, а для местных классная, но специально сюда ехать туристам не стоит. Я думаю, что у вас в городах и даже в Питере в райончиках спальных подобные есть. Просто Захара в целом как бренд, и нужно было ее показать. Неплохая. А если учитывать ценный размер, то есть считать сытный за рубль, то вообще хорошо. Картошечка прям как надо. Вообще, не очень нужно в этом блюде, но сама по себе вкусная. Питогон. Шаверма у Захара в писе. 230 рублей. Вот так вот. Ну, слушайте, аппетит. Пита поджаренная, чуть промасляная, наверху, как водится, много соусов. Немножко торчит медорка, но мы ее примнем. За ваше здоровье, господа. Это все-таки намного вкуснее чем на тарелке. Да, там сытно, для того, чтобы сесть, спокойно поесть. Картошка, морковка для того, чтобы не голодать. Вот здесь близка к классике. Но сюда, естественно, ради нее пить и ехать не нужно. В центре хватит. Очень похоже, только на рублей 10 дороже. И тут как будто бы чуть-чуть похуже, под дешевле томаты. Но статусу легендарки на районе отвечает. Да, легендарная по Питеру, а это вот совсем местная. То есть вот малая родина. Ну, прям достойная. В Петербурге все фудблогеры так или иначе делают обзоры доставок. Чем я хуже? Так, стоп, это риторический вопрос по этому поводу. В комментариях ничего не пишите. Открываем Яндекс.Еду и заходим в Куркрыло. Вообще полное название. Аркадий Куркрыло. Видимо, решили сделать более благозвучно. В общем, как бы это ни называлось, поверьте мне, это прям топчик в плане курочки. У них много разных вариантов. Баффало, обычные в панировке, том-ям, сырные. Давайте сырные закажем. Они прям выглядят аппетитно. Без опций. Так, дейти рьяки хочется и карри. Но много заказать не хочу, потому что я один на корабле. Без команды, без других людей. Поэтому не хочется перезаказать, чтобы я вдруг не доел и выбросил. Тем более запад. Поэтому закажем только то, что съем я. Обязательно из раздела картофель берем драники. Четыре штуки. Вот эти треугольники хрустящие. Прям вот вообще огонь. И, пожалуй, 18 сырных палочек с соусом сладкий чили. Моим любимым. Заказ. Крылья, драники, палочки. Бургер в подарок. Вообще прям какое-то чудо. Верно. Далее. Доставка 40-50 минут, но может получиться даже быстрее. Мне подходит оплатить. Заказ создан. Повара скоро возьмутся за дело. Сергей, спасибо. Так. Оцениваем заказ на 5 звезд и оставляем курьеру 200 рублей. Пускай Сергей порадуется. Кур-крыло. Аркадий-кур.ру. И давайте откроем заказ. Вау. Ничего себе. Знали, кому везут, как говорится. Не, ну все же. Огромное количество. Мне вот лично столько не нужно салфеток. Вау. Сейчас давайте я достану и все покажу. 18 сырных палочек за 1088 рублей и соус сладкий чили. Так. Так. Сыр пытается тянуться. Ну уже два обломовых есть. Практически три. Ну. Давай. Ну, три облома было. Честно скажу, не самые вкусные в моей жизни сырные палочки, но с голодухи зайдет. Наш же соус, который делает все вкуснее, даже картон. Давайте попробуем. Вот так вот. Так намного вкуснее. Чуть пикантный, писловатый и сладость в конце очень такая нужная. Семь сырных крыльев за 374 рубля. В первую очередь пахнет жареной курочкой, а потом уже сырный дух. За ваше здоровье, господа. Очень годные крылья. Дали вам сырные. Еще, скажите, другие. Тоже кайфанете. Они по размеру не очень большие, поэтому больше бережных кипаний. Мне-то хватит одного. Ну. Прям классно. И знаете, что особенно замечательно, что они не пытаются быть как KFC или лучше KFC. Ну, Ростикса. Они другие, и на самом деле в этом их плюс. То есть они так же вкусны, но без сравнения. И еще одна крыльушка съедим. Нам кайф. 378 рублей 25 копеек за 4 вот таких вот румяных, приятно выглядящих драника. Это именно драники. Ни хашбраун, ни картофельная котлета. Транировка соленая, хрустящая, насыщенная, которая обрамляет картошечку. Ну и на самом деле вот здесь они годные. То есть тут нужно брать крылья обязательно и драники как закуску. Жирные, промасленные. Ой, вот как нужно. А еще в соус можно макнуть. Я уже не буду, вы так понимаете, но это тоже особый кайф. Кстати говоря, у них есть очень острый соус. Я однажды заказывал, понял, что нет. Все-таки для вкуса нужно что-то послабее. Но для тех, у кого железный рот, можно пробовать тихо и самый острый. Бургер я у них еще не брал, поэтому не могу сказать вкусный или нет. Дали бесплатно, поэтому в любом случае нужно показать. Булочки мягкие, верхняя совсем мягкая, нижняя чуть подхрустывает. Котлета немаленькая и много-много соуса. Видимо, это классический. За ваше здоровье, господа. Приятный абриошь, чуть сладковатая. Мясо чувствуется, много сырного соуса. За свои деньги, за 0 рублей, вообще идеально. Конечно, до муму-бургера, до весной лапки не дотягивает. Но, с другой стороны, дареному бургеру в мясо не смотрят. В целом, неплохой, но драники и курица здесь лучше. Корюшка для северной столицы рыба особая. Да, она есть и в других регионах, но на том же Сахалине она одна из сотен. А у нас главная. Культ ее здесь настолько велик, что каждый год проходит фестиваль корюшки. На него мы и пришли. Если сырая корюшка пахнет свежим огурцом, то жареная гастрономическим восторгом. Конечно, в идеале пойти на рынок и взять крупнейшую, насколько возможно, корюшку рублей по 400 за килограмм. Домой принести, пожарить, обваляв в муке и съесть с семьей с удовольствием. На фестивале грамм 200 корюшки, причем довольно мелкой, стоят 300 рублей и 20 рублей за контейнер. Начинаем всегда с самого вкусного, с хвостика. Рустящий, промасленный. Классно. Я пришел только из-за ощущения, из-за вида, из-за атмосферы. Потому что и в ресторане можно взять по той же примерно цене, если не дешевле, потому что есть в Венгеле дешевле. Но если есть фестиваль, чего бы туда не пойти. И, собственно, дальше обгладываем. От костей отходит легко. Я понимаю, просто жареная рыба, но культ здесь неспроста. Еда в том числе про удовольствие, не только про насыщение. Этим не наешься. И даже двойной порции. Но нужно радоваться мелочам. Вкусна, зараза. Третьим китом, на котором держится гастрономия Петербурга, помимо шаверма и корюшки, является пышка. Не пончик, не донат, а именно пышка. Мы находимся на большой конюшной улице. И именно здесь вот, в этом доме, располагается старейшая пышечная города. С 1958 года, 65 лет, уму непостижимо, сменилось имя города, название улицы. Но дом 25 как стоял, так и стоит. И до сих пор, уже много десятков лет, радует и местных жителей, и гостей нашего города. Я думаю, что многие знают, может, даже все, потому что было миллиард передач, сотни блогов. В общем, все про нее рассказывали. Но этот фильм, не включить ее было бы, ну, преступлением. Внутрь не пойдем, ну, потому что там особая атмосфера, которую не хочется нарушить. Но пышечку за 20 рублей возьмем обязательно. Вот ту самую классическую. Питерская пышка с сахарной пудрой за 20 рублей. Вот кольцо счастья. Я думаю, что многим объяснять не нужно этот вот запах теста из фритюра. Это душа, это мечта, это вот то, что нужно пробовать в городе. Я понимаю, что это место обозревали уже сотни людей, и блогеры, и телеканалы, и... Ну, за столько лет, я думаю, что все прознали, но лишним сказать не будет о том, что вот это нужно будет попробовать. Ничего лишнего. Ни джема, ни сгущенки не надо. Пышка, пудра, и все. Люди там берут с собой по 20 штук домой и радуются. На улице тоже вот особый шарм ее съесть. Масляная, о, хороша. Мы продолжаем вести речь про стритфуд. Одной из самых ярких и точно самой обсуждаемой является 8956. Ход должной Олега Обломова. После фильма про Москву в комментариях начали появляться люди, которые говорят, а вот ты же так хвалишь дружу, для того художного, там сосисочки, булочка. А вот в Москву не включил. Все на самом деле логично, потому что я хвалю питерское заведение, потому что оно намного лучше, качественнее и постояннее, чем московское. Тем более здесь у меня есть скидка 10% по промокоду MAXBRANN, собственно, как и у всех вас. Начинаем мы с лимонада. Это у нас грейпфрут Симьян. Для меня и для тех, кто скажет заветные слова на кассе, стоит 252 рубля. Грейпфрут Симьян, что в названии, что в запахе. Насыщенный, освежающий, сладковатый. То есть сахар присутствует, но горчинка и объем тоже есть. Один из самых классных меню. Плэйвить. Ну вот грейпфрут Симьян, все понятно. Вообще, конечно, моими любимыми хот-догами здесь были чили-манго, помните, вот тот самый легендарный, и сальса. Классический нужно брать в первый раз обязательно. С моей скидкой стоит 450 рублей, и я взял колбаску куриную с сыром. Мягкая булочка, и давайте проверим колбаску на вкус. Вот так вот. Вкусно, сочно, насыщенно. И нет перекоса ни в какую сторону. Баланс соблюден. Приятно хрустит лук. Горчица чувствуется, но не перебивает вкус колбаски. В общем, классика, классика есть. Также я решил взять сырный хот-дог, который стоит 700 рублей, но со скидкой 630. Все равно дорого. С одной стороны, а с другой, посмотрите, сколько здесь сыра, причем разного. И чеддер, и пармезан, и с плесенью, и, скорее всего, моцареллка, чтобы тянулась. Здесь у нас свиная острая. Одна из моих любимых, но наравне с куриным сыром. Пикантная, такая пряная, с характером. Ну и давайте пробовать целиком. Максимально сырно, на верхней границе адекватности. Вот, любите сыр, и не жалко отдать 6-7 соток, это ваш вариант. Его прям хорошо бы запивать. Но, сыпно, плотно, и, конечно же, сочно, потому что там еще сырный соус внизу. Хорошо, особенно со свиной острой. Ну и, конечно, куда же без картошки по-деревенски. Стоит 252 рубля. Мой любимый бульгоги и хрустящая картошечка. Вот так. Хрустит. Внутри мягкая. Ну и соус такой объемлющий, согревающий. Здорово, что ничего не изменилось в худшую сторону, пока мне здесь не было. В Москве фудмолом, где есть все и едят все, является депо. В Петербурге эту функцию выполняет вокзал 1853. Здесь десятки разных корнеров на любой вкус, и мы уже сделали большой обзор вокзала. Однако мне хочется напомнить для себя вкус рамена с хрустящим сыром из заведения Лили Нью Вейв Суши. Роллы тоже будут в этом фильме, но не здесь, а в другом месте. А сейчас рамен. Вот, собственно, и он. Стоит 450 рублей. Хрустящий сыр две штуки. Кунжут, лук, дайкон, две половинки подкопченого яйца и много бульона, с которого мы и начнем. Плотный, масляный, пикантный. Про это не забываем, но такой же классный и вкусный. Порция сытная и самодостаточная. Сюда больше ничего не нужно. Прям хорошо. Лапши, посмотрите, сколько. Не жалеют и дают в комплект палочки. Ими мы и воспользуемся. Вот так вот. Лайк за пар, не забывайте. Ну, бульончик хороший. Он и зимой, которого согревает, а летом утоляет жарку. Ведь вы знаете, что горячее лучше справиться с датчиком, чем холодное. Потому что холодное вас охлаждает, но быстро восстанавливаетесь. А горячее, молодец. И давайте вспомним, что такое хрустящий сыр в данном случае. Это у нас моцарелка в панировке. Хрустит. И, конечно, шарный моцарелл дает свой знакомый вкус. It's egg time. Жидким центром. Все очень грамотно, слажено. Вот это правильный рамон. Очень вкусный. Господа, помните ли вы первый ресторан, в котором побывали? Я прекрасно помню. Шел 2007 год. Я учился в своей альмаматор в Ленинградском областном колледже культуры и искусства на театральном отделении. И обычно мы ели в столовую, потому что она была хорошая. Но в тот день было особенно людно, и мы с товарищем решили поесть за пределами нашего учебного заведения. Для зеленки или стекляшки, тогдашней наливайки, которая была на месте Брусборитос, было еще рановато. Все-таки на пары нужно было возвращаться. Поэтому мы решили перейти дорогу, Гороховую улицу, и отправиться в Танжен, китайская кухня. Естественно, по пешеходному переходу. Здравствуйте. Да, конечно. Ой, уже Максим зовут. Да. Ё-моё. Представляете, за 16 лет почти ничего не изменилось, кроме того, что пропали красные бумажные фонарики. Ага. И знаете, куда делись? Улетели. Возможно. А вам сколько лет? Сколько дадите? Дам 16. О, то есть, я буквально вот после вашего рождения впервые в этом ресторане побывал. Это мой первый ресторан, в котором я, в принципе, был в жизни. Блин, обалдеть. Я вот первый раз на улице встречаю вот кого-то, грубо говоря. Грубо говоря, кого-то. Давайте сфоткаемся, да. Грубо говоря, кого-то. Секунду. Да, подождем, конечно. Я вас точно не отыскал. Вы снимаете? Прямо сейчас это. И вы в фильме. Реально? Да, вот. Денчику помашите рукой. Как? Денчик. Это мужчина? Все. Вам пора. В общем, идем в танжен. До свидания. Такое чувство, что именно за этим столом мы и сидели. Точно был конец зала и пугов. И, по-моему, ничего не изменилось визуально. С одной стороны, нет развития, а с другой, значит, все и так хорошо. Дичайшая ностальгия. Мне каждый день в колледже давали по 100 рублей, а я тратил где-то по 70. То есть раз в три дня у меня образовывалась сотка. И вот здесь, заказав пару блюд, я оставил двухнедельный запас. Было, конечно, неприятно, но с другой стороны, сейчас есть о чем рассказать. Также помню, что заказ мысли минут 20-25, и это оказалось долго, потому что мы на паре торопились, и в итоге чуть опоздали. Сейчас сказали, что будут нести минут 20. И в данном случае вот сегодня уже нормально. Я никуда не тороплюсь, мне не нужно на учебу. В общем, я заказал свинину и рис, как тогда. Удивительно. Вот он, шальное обед студента из конца нулевых. Хрустящая свинина в кисло-сладком соусе губау-жоу 488 рублей и рис с яйцом за 88. Тогда это стоило дешевле, но в любом случае тогда это оказалось ощутимым, потому что я в нашей столовке тратил 60-70 рублей каждый день. Здесь сразу раз, и вот несколько соток. Но оно того стоит. В принципе, я после того раза был в Танжане, не в этой точке, а у них сети, я был в других. И могу сказать, что это китайская кухня, которая максимально стилизована под европейский рот. И ее в целом можно советовать. То есть вот тут те самые блюда, которые вы, не будучи в Китае, можете сказать в России и в Европе, вот так же вам подойдут. Хрустящая, птица сладкая. Смирина. Классика из классика. И очень сытный, конечно. Я понимаю, что если вы гарнир и мясо съедите, то вы прям подоедитесь. Да, возможно, еще фрукты в карамели хорошо бы блокировать, но для этого уже хватит. К сожалению, далеко не везде подают рис с яйцом. Хотя казалось бы, это вроде как база. Я распробовал это блюдо в Таиланде, где вот он обычно, просто вот идеальный. Тоже неплохо. Также подают два соуса. Соевый, чуть-чуть вот так вот сделаем. И пикантный. Попробуем его с яйцом. Еле жгучее масло. И соевый. Более душистый, более объемный. И мне он больше понравился в сочетании. Ну, в принципе, можно просто вот брать рис, брать с ним и есть как вы хотите. Все. Мой гештальт закрыт. Вернусь сюда, ну, наверное, опять лет через 15. Рубинштейна. Одна из самых главных гастробарных улиц города. А после закрытия баров на Думской, так и вовсе самая. Мы здесь были с обзором раза 3-4. И я выявил для себя ряд знаковых заведений. Одним из самых классных ресторанов Трубинштейна является Миткоин. Он появился раньше, чем в Москве, но тут так же классно, так же вкусно, качественно, но дешевле процентов на 20-25. Проходя по Трубинштейна мимо чайного дома, вы, скорее всего, и пройдете мимо, так и не узнав, что там очень годные кальяны. Я ни на что не намекаю, чисто справка. Фрэнк не Байбаста, а оригинальный. Мало кто знает, но именно здесь, в Петербурге, зародилась эта сеть. А Баста, попробовав здешние ребра, понял, что нужно брать франшизу и развивать ее по всей России. Но мы туда не пойдем, потому что вы и так знаете, каково там. Наш путь лежит в Бургер и Краб. Там подают самую вкусную, не классическую окрошку. И более того, действует скидка 10% по промокоду МАКСБРАНД. Новости к этому часу. Ресторан претерпел ребрендинг. Был Бургер и Краб, стал Бар и Краб. И все бы ничего, но из меню исчезли пончики. Те самые. С крабом, креветкой, лососем. Слава богу, осталась окрошка, за которой мы и пришли. Та самая окрошка с крабом за 570 рублей. Посмотрите, какая это красота. Краб, овощи, закваска, зеленое масло и микрозелень. Начинаем мы, как всегда, с бульона. Причем она и летом, и весной, и зимой классная. Всегда по сезону. Кисловатое, с таким морепродуктовым флером. Хрустящий огуречек. Просто вкусно. Я пробовал, наверное, на 20-й. Пекабель раскафилит. Вот так вот возьмем краба. Классно, но конечка не хватает, конечно. Вот горяченького, промасленного. 570 рублей. Цена очень адекватная для центра Питера. Вкусно. Правда, классно. То есть, они держат марку, потому что это, видимо, блюдо у них одно из самых ходовых и самых таких вот флагманских. Класс. К заказу здесь я всегда беру лимонад малины тимьян. Стоит стаканчик 250 рублей. Яркий аромат малины и сглаженный тимьяновый. За ваше здоровье, господа. Насыщенный, кисловатый. Есть небольшая сладость, такая сиропная на послевкусие от малины. Ну, в целом, летний вариант вообще огонь. Кокрошки подходят, поэтому можете брать смело вместе. Крэнк Пицца на Горохово. Знаменитое питерское заведение. Не один год притягивает как местных жителей, так и туристов. Причем вот всех возрастов. Ностальгично, сытно, вкусно. Ну и, конечно, необычно. Пойдемте. Атмосфера 90-х, точнее, детской безмятежности. Когда приходишь вот после шестого урока в три часа, вот включаешь телевизор, а там мультики. Шреддер, черепашки, охотники за привидением. Вот все знакомо. Приставки рабочие. И есть отдельный зал с игровыми автоматами. Но мы пришли сюда поесть. Давайте ознакомимся с меню. Здесь, конечно, очень много вот хрючево, такого, знаете, совмещенных блюд, типа чизбургер-пицца, пицца с мини-бургерами и так далее. Но вот у меня есть свой мини-пантеон. Это читтос-пицца, это пицца 84 сыра и, конечно же, мутаген. Итак, первая пицца 84 сыра. Только ее и пепперони можно взять по слайсу, а все остальные нужно брать целиком. Стоит 399 рублей за вот такой вот сектор. Ой-ой-ой. Тяжелый, сырный. И давайте этот кусок пробовать как-то. Тягучая, горячая. Вкуснячая. В составе соус креметто, чеддер, моцарелла, гауда и гергонзола. Конечно, не 84, это все-таки маркетинг. Но сыров здесь хватает и по виду, и по насыщенности, и по всему. Ну, как мы сделаем? Давайте вот так вот, чтобы было удобно. Иначе рвется и обжигает руки. За ваше здоровье, господа. И вот здесь еще. Ностальгические, законные, детские радости. Пицца 30 сантиметров. Минимальный размер и стоит 1000 рублей. Читтос пицца, томатный соус, чеддер, моцарелла, гауда, пепперони, читтос, сырный соус, халапеньо. По той же цене можно взять обычную пепперони или с маршмеллоу пепперони. Но зачем, когда выгоднее взять с читтос? И это прям очень вкусно. Иди обратно сюда. Смотри, халапешки, сырный соус и, конечно же, хрустяшки. Давайте. Ох, какое мягонькое тесто. Как это все прекрасно. Ох, горячее. Вот только с пылу, с жару. Давайте попытаемся взять. Ох, сырочек, ребята. О, йо-йо-шеньки, йо-йо. Да, сырочек здесь хорош. Аромат бомбезный. Сыр пепперони. И еще раз сыр, только уже... Ну, сами знаете, от чего. От них. Кайфанут и старый млад. Я когда впервые увидел, подумал, что ну зачем? Ну, вот тесто отдельно? Пепперони отдельно, не нужно смешивать. Но когда ты это пробуешь совместно и понимаешь, что да, вот оно, золотое сочетание. Да, неочевидное. Да, возможно, и для всех. Но вот я попробовал один раз и кайфанул. Ну, это очень сытно. Одному съесть нереально, я вас уверяю. Вдвоем сложно, но вы будете выкатываться из дверей. На троих, вот, для плотного обеда, я думаю, что самое то. В принципе, здесь четыре куска. То есть, на суперплотный перекус для четверых. Это еще мутагенчика, может быть, там, закусочку. Я думаю, что самое то. Обычно после плотного обеда здесь десерта не хочется. Я пробовал несколько, но они прям слишком сладкие. То есть, я уже стар для этого сахара. А вот мутагенчик за 250 рублей – это милое дело. И освежиться, и кайфануть. У нас такой вот здесь слаж, краш, как хотите. Зеленое яблоко, естественно. Есть вариант с алкоголем, но мы еще выпить успеем. Поэтому сегодня просто освежимся. Вот. Отлично. В меру сладко, но освежает, дай Боже, насыщенный, кислотный вкус зеленого яблока. Ну, и посмотрите, какая текстурка. Ой, класс. Но все-таки одну новиночку я вам покажу. Это жижа. Есть два варианта, но я взял каркаде, апельсин и маракуйя. Желе с водкой и, говорят, пожмякать, почвякать и идти в свояси. Потягивая, посасывая, в общем, кто во что гораст. Стоит 420 рублей такой коктейльчик. Ну, на лето самое оно. То есть, вы наелись плотненько, прям закинулись. И можете дежестивнуться уже по дороге. Внимание. Вот. Ох, вот прям отверточка с экзотикой. Вау. Желе они не жалеют. Пойдем. В продолжении темы комфорт-фуда и детской еды буквально переходим к Горохову и подходим к Микки Энд Манкес, где подают крэзи шейки или монстр шейки. Конечно, общечеловеческий взрослый тренд прошел на такие вот сладкие бомбы, но детям не объяснишь, да не нужно. Ну, в общем, мамочки и папочки, вы знаете, чем порадовать ваше чадо в выходной день? Тысяча триста пятьдесят рублей за любой там из десятков разных. Мы взяли классику, вот такую вот розовую историю. У нас и мороженое, вот такое вот, и маршмеллоу, и сахарная вата, и кусок пирога, и леденцы. А в этом стакане, ну, знаете что? Коктейль. Естественно, клубничный. В общем, красиво, фото-видео генично, супер сладко. Тихо, не разваливайся. Это, конечно, сложно не развалить, но у нас сейчас все получится, ребята. Вот так вот. Классо. Вкусное мороженое. В хрустящем рожке. Ммм, мармелад в сахаре. Здорово. Протыкаем бисквитик пропитанный, свежий. Ммм, ребята. Очень нежно. С кислинкой, такой нужной здесь. Естественно, это больше для детей, либо, ну, на большую компанию, чтобы было не очень сладко. Ну, вот такие праздники тоже себе нужно устраивать. Ну, серьезно. Ну, сфоткаться, знаете, вот так вот, тоже приятно. Или на видео снять. Тысячу лет сахар, он и вату не ел. И в цирке не был давно. В общем, опять же, такая вот чистая ностальгия. Вредно, конечно, все вот это вот, ну, особенно, когда вы это все съедите. Но в небольших дозах, в любых количествах, так сказать, это можно. В целом, можно просить, я думаю, что упаковать и доесть, но мы так делать не будем. Ммм. А это малиновый леденец. Ммм. Ну, это реально классно. Но не пытайтесь сладость сбить коктейлем, потому что он тоже приторный. Здесь есть еще с бургером, с хот-дога вроде остался. В синем вряд ли с какими-то жевательными мармеладками, но. Больше одного я не выдержу, поэтому уж дальше разбирайтесь с ассортиментом вы сами. Нужно запить. Хорошо. Это наш с вами секрет. Я понимаю, что мне пора завязывать тему со сладким, но в Ронис Донатс не зайти я просто не могу. Выбор Донатов большой. Мною опробованы почти все. Из них, конечно, есть любимчики. Но вот это один из самых любимых. Бабл Гам за 150 рублей. Жвачка. Свежий, вкусный, сладкий. Но есть минус или плюс. Много не съешь. Но с другой стороны, хорошего помаленьку. Освежающий лимонад на основе юдзю. Также у нас есть мята, дольки лимона, апельсина и лайма. Вот это прям кайф. И после Доната, в принципе, на улочку солнечно выйти. Милое дело. Надеюсь, сладкого больше в фильме не будет. Максимально освежающий, натуральный и суперприятный. И после Доната, десерта, и в такую погоду. 250 рублей, ребят. Пока солнце нужно брать. С большинством заведений из этого фильма я знаком не один год. И столько же вам их рекомендую. Пришло время напомнить про самую свежую и новую любовь. Бестро Кревет у Финского залива. И с каждым днем, приближающим нас к лету, я люблю его все больше и больше. Но как бы на улице не было привлекательно, с виду, конечно, еще ветерок и холодно. Вот через 2-3 недельки будет самый кайф. Но пока самый кайф здесь. Ну да. Народ есть даже в будний день, так сказать, в рабочее время. Музычка такая вот веселая, но ненавязчивая. И сразу Свиньон Блан. 550 рублей за ароматный бокальчик. Яркий, цветочный, с такой вот прям забористой кислинкой на финише. Ну, просто классно и очень нужно, чтобы вдруг у вас сонный аппетит раздухарился. Ну, как и всегда, есть хорошие новости и плохие. Хорошие. Мы начнем с двух закусок, которые мне понравились тогда на обзоре. А к плохой новости перейдем чуть попозже. Это у нас аргентинские креветки с заправкой манго-ча за 650 рублей. И вот так вот это у нас багетик, потому что его нужно брать сюда, чтобы макать. Он, естественно, ох, свежайший, но пригодится нам минутой позже. В блюде очень богатый состав, но начнем с креветки. Ммм, свежайшая, нежнейшая, с очень насыщенным и приятным вкусом свежего морепродукта. Вот она раскрывается здесь максимально. Да, и первым делом нужно пробовать именно ее. Ну, это просто вкусный багет. Если креветка прям она, ну, выше среднего, так скажем, то это просто вот самая классная база. Томаты, сегменты грейпфрута, листья эстрагона, цедра лайма, заправка манго-чия и, насколько я понимаю, крем из баклажанов. Перебьемся цитрусом. Естественно, тоже спелейший. В общем, в целом попробовали и давайте смакнем. Вот так. Ну, красотень. Водоворот вкусов. Ну, томаты спелейшие на первом месте. Дальше идет и манго, и чуть чаб отхрустывает. И баклажанчик в воде он не такой явный во вкусе, но тоже свою полочку занимает. В общем, что вы пробовали, а дальше кто во что-то раз. Берите, как хотите, креветки, соусы, все вместе. Листочек тархуна попался. Необязательный, совершенный ингредиент. То есть, ну, не будет его. Никто не заметит. Но когда вот он есть, и когда ты его раскусываешь, разгадываешь, тогда получаешь новый виток этого вкусового водоворота. Это блюдо, которое хочется есть от и до. Благо, догадались взять багет. Бомба. Несмотря на ветер, захотелось есть на улице, но все-таки я дождусь в то время, когда уже будет можно. Класс, переходим ко второму. До сих пор кайфово. Это у нас томаты с тигровыми креветками, маринованными в гарам масала. 690 рублей за закусочку. Но какую? Зелень, два вида томатов. Черри маринованы в соусе кимчи. И давайте попробуем главный ингредиент. Это креветка. Нежнейшая. Обрамленная кислинкой, сладостью, соусами и пышностью. Так же, как и тогда на обзоре, это вкуснее. Ох, томатики кимчи. Скучать не дадут. Там классно. Ох, пикантно. Вот так вот обрезаем. Вот так вот обрезаем. Классно, вкусно. Спело. Блюдо несколько проще, чем предыдущее. Там вообще был полный фарш ингредиентов. Здесь поменьше, но менее вкусно. По настроению другое. То есть там, чтобы, в принципе, восхититься с хитросплетениями, ингредиенты воздействуют. Просто, чтобы хорошо закусить. Ммм, вкусно. Свежая зелень. Как же это замечательно. Футукрок у меня с летом ассоциируется. Дачка сорван из грядки. Свой. Условно бесплатный. Сладкие томаты. Приятной текстуры креветка. Очень правильная летняя закуска. Это не про наесться. Это закусить, гидонизируя, кайфуя и запивая. Да. А вот и плохие новости подъехали. Ну, точнее, пока что плохие. Нужно даже выпить. Дело в том, что на обзоре я пробовал треску с вонголи. Классную. И гигантские креветки. Эти блюда мне очень понравились. Есть раздела горячие. Но креветок сейчас больших нет. А треску вообще вывели из меню. Ну, собственно, я решил времени и место в желудке заранее терять. И заказал сатэ из магаданских креветок. Блюдо на двоих. Стоит 1590. Травы, чеснок, соус, белое вино с маслом. Здорово, что остался багетик. Давайте сразу. Масло с белым вином зачерпнем. Попробуем. Отдельный вид искусства. То есть туда пробрался чесночок. Это все душисто, здорово, приятно. И не оставляйте. Заклинаю вас. Потому что вот вся тарелка должна быть и чистой, и сухой. Но, но давайте самое главное попробуем из этого блюда. Креветки. Нежно, классно, хорошо. И если обычной креветкой хочется пивка, то здесь вино очень и очень подходит. Если вы не так, что сильно пьете, верите, обязательно. Если вы вообще не пьете, ну, хотя бы соседа понюхайте. Ну, я думаю, что вот идеальное сочетание будет. Классные креветки. Здорово приготовленные. В соусе, в специях, в травах. С чесноком обязательно. Сразу скажу, это блюдо не так восхищает, удивляет. Не идет, что ребята никогда такие креветки не пробовал. Пробовал? Подобный. То есть, это просто высшая форма классно приготовленных креветок. Прошлые горячие блюда были не пятерочка. Это тоже встает с ними в ряд. Не лучше, не хуже. То есть, по настроению заведения не пронаестся, не для того, чтобы выкатиться вот с полным брюхом. Нет. Это поесть, насладиться, ну и правда кайфануть. Я думаю, что все-таки нужно в целом и предлагать к этому сатэ помимо пагета еще и бокальчик. Так вот это очень замечательно. Заведение классное, до сих пор советую. Но дождитесь особенного теплых деньков, чтобы пынуть еще и от природы. Я вам сегодня обещал показать лучшее, на мой взгляд, место с роллами в Петербурге. И вот оно. Гилз. Надеюсь, ничего в худшую сторону за год не поменялось. У меня в руках свежее новое меню. Листы как будто только что из-под типографского пресса. И обычно это здорово, потому что новый глоток, и те, кто уже здесь часто бывают и устали от блюд, порадуются. И новые гости. Для меня это звоночек тревожный, потому что я-то пришел за позициями, которые я тогда полюбил. И, пробежавшись по строкам и пообщавшись с лицантом, понял, что блюд, которые я оценил на пятерку с плюсом, то есть это высшая моя оценка, их нет. Вывели из меню. Это так странно. Да, конечно, мы три позиции заказали, те, которые я. Просто на пять оценил. То есть это очень хорошо, но не прям вот, ну, понимаете. Как-то вот печально. Но благо, вино мое любимое в наличии. Лука, белилак, лапа, брусзу, италием, ви. Но раньше оно стоило 550 рублей за бокальчик, сейчас 590. Вот. Это классная новость. За ваши дороги, господа. Ох, что-то вот на границе кваса, вина и сидра. Праздничная, яркая, питкая, по-хорошему освежающая, по-летнему водянистая. То есть это не минус, не пустота, а вот как раз-таки подъем. Вода же это жизнь. Вот. И лучше взяли от воды. Прекрасная летняя, здоровская. Ну, давайте иметь то, что осталось. Сашими гребешок подорожал на 30 рублей за 9 месяцев. Ну, по виду также хорошо. Свежие ломтики. Ух, да. Свежие ломтики выглядят приятно. Я вначале пробую без соевого соуса, чтобы понять чистый вкус продукта. Легкий такой морской запах. нежная текстурка, чуть липковатая. Ну, хороший, качественный гребешок. Вот. На пятерочку. Четыре слайса. И вот такие дополнения. Ну, уже, конечно, для Питера дороговато, но все понятно. Поставки не дешевеют, продукты в них тоже, соответственно. Ну, давайте попробуем Масаби. Масаби ядреный, хороший. Давайте вот капусту к москву тоже попробуем. Тоже насыщенно, ярко, но вот это я в целом подрастроился. То есть, да, вино дешевле, можно пить приходить, но блюда вот мастхевные для меня убрали. И гребешок не такой. То есть, он, может быть, хуже и не стал. Ну, и лучше некуда. Ну, не знаю. типа, нормально. Это блюдо можно брать. Но идти сюда или нет, пока вопрос открытый. А это у нас ролл-тунец Бегай с соусом лемонграсс в огурце 650 рублей. Цена не изменилась, и это плюс. Я его оценил в прошлый раз на пятерку. Это тоже очень хорошо, но вот как-то до пяти с плюсом не дошло. Ролл в огурце без риса. И давайте пробовать. Свежий, качественный, с легкой, островатой колпостью на финише. Состав огурец, тунец Бегай, и очень похоже на крабовую палочку. По виду и вот по вкусу в ролле. Давайте посмотрим отдельно, она ли родимая. Ее ни с чем не перепутать. Крабовый салат новогодний, майонезный, вот она королева. Ну, это вкусно, довольно. Но опять же, не то блюдо, за которым сюда хочется вернуться. Если вы здесь гуляете и очень хочется чего-нибудь в огурце, вы это возьмете. Я думаю, кайфанете, потому что и тунец свежий, качественный, но вот вау-эффекта, восторга нет. И самое главное, что я не могу это настолько сильно рекомендовать. просто хорошо. Это уже неплохо. Многие вообще скатились. Приходите пить вино сюда. Салат с креветками темпора 620 рублей, как и раньше. Четыре креветки в панировке и много-много всякого другого яркого, разнообразного. Возьмем креветочку с соусом. Нежная, гусящая панировка. Соус такой кисло-сладкий. Это хороша. Что по зелени? Вряд ли нас удивит. Меня уже ничего не удивит. Почему ты такой грустный? Я теперь такой всегда подписчик. Слежо, хорошо, но опять же, это блюдо не для того, чтобы вы решили сюда пойти. Если вы здесь, я думаю, что свеженького поесть можно. но звание лучшего питерского ресторана с роллами, по моему мнению, вакантно. Метка хороша, но все остальное просто салат. Недорогой, кстати, тут цены держат, поэтому у них крабовая палочка, они салат, не прям сравнивать. Поэтому брать можно, и это вообще идеально, как я сказал, но как-то деградация небольшая, регресс, рост отрицательный. И в цене тоже, да, Nv раньше, сейчас Nv. Ну, вы понимаете, да, что я немножко иронизирую, себя так подбадливая, но честно расстроился, потому что теперь нужно искать самое лучшее, по его мнению, место с оролами в Петербурге. Найдем, не парюсь, но это потеряли. Единственная позиция из обзора, которая осталась в меню и которая заработала 5 с плюсом моих баллов, это лимонад, ананас, маракуйя стоит 320 рублей и сейчас, и тогда тоже так стоил. Последняя надежда на кайф и визуальный и вкусовой. Желайте мне удачи. Лимонад такой же хороший, реально яркий, классный, но я понял, что не нужно мешать и партнерить с вином, то есть либо вино берете и освежаетесь, либо это, если вы не пьете. Классный, супернатуральный, насыщенный до нельзя. Советую его, но, естественно, ради этой позиции сюда специальной идти нет смысла. Возможно, в новом меню есть какое-то зерно, жемчужина, ради которой стоит сорваться из другого города, из другого района, соседней улицы хотя бы, но я лично пока такой не знаю. Возможно, в обзоре нового меню я для себя вычленю плеяду фаворитов, но пока я его не сделал, порадуйте мне вас и себя нечем. Ну, лимонад очень-очень годный, один из лучших в своем сегменте и недорогой. Условно недорогой, да, я все понимаю, но такой вкус, такое качество можно заплатить такие деньги. В Петербурге несколько знаково городских пространств. Одно из них Новая Голландия, достойная того, чтобы снять отдельное гастро-видео, но сегодня мы идем в Кока Кутюр. Помпезно, празднично, торжественно. Высоченные сводчатые кирпичные потолки, стены такие светло-серые, абажуры в виде матрешек и вот в целом все дорого-богато и прилично престижно. То есть сюда приходят, чтобы отдохнуть желудком и, собственно, визуально тоже. Красиво. Можно, конечно, зайти, наверное, на бизнес-ланч, но все-таки это для вечернего посещения, для романтиков. Музыка приятная, такая ненавязчивая, легкая, тоже часть романтичная. В прошлый раз на обзоре мне особенно горячо понравились три позиции, но я в меню глянул и посмотрел, что гаспачо пока не сезон, но кашу из топора ту самую и тартар в необычной подаче мы возьмем. А из напитков я повторно взял ананасовый квас за 390 рублей стакан. Вроде вот обычный, да, но если мы чуть наклоним, то увидим вензеля и тут дальше тоже орнамент. удивительное сочетание кваса и ананаса. Да, я прочитал название и в целом узнаем состав, но все равно вроде два этих аромата редко когда вместе, но здесь так. За ваше здоровье, господа. Ой, хороший, заборист. Скорее всего можно как-то взять в пластиковом стакане с собой, это было бы здорово, но но я думаю, что это не гоже. Вот если продался где-то на улице, там, в ларьке подобной, я бы брал вообще на ход ноги смело. Как в запахе, так и во вкусе. И хвостной, и ананасный и совмещаются, потом на какую-то талику расходятся, потом обратно, но они в любом случае очень гармонично сосуществуют. Ананасовый класс. Советую. Тартар из говядины с кремом из козьего сыра и теплая бриошь за 890 рублей. Подача, так вам разверну, прям, ну, красивая. Козий сыр, зелень, перец, это яйцо, густящее бриошь, а вот там вот тартар. Просеяли, точнее, посоветовали перемешать, но давайте вначале просто вот без перемешки покажем, что и как, а потом уже все вместе. тартар необычный. Там аджика, огурцы и зерна горчицы. Классный. Ну и давайте перемешаем. Ох, ребята, ну, симпатично, красиво и должно быть вкусно вместе с яйцем, потому что так отдельно тартар с козьим сыром прям хорош. Ох, и предлагают намазать на хрустящую бриошь, что мы и сделаем. Вот так вот и еще так, не жалеем. До уголка доводим. Бриошь идеальная. И тартар желтком стал менее резким, более таким округлым по вкусу. И, конечно, это просто очень вкусно. Не дешево, понимаю, почти 900 рублей, но это того стоит. это видео гнечно в плане подачи и вкус доведен до высокого уровня. Очень высокого уровня. Не знаю, идеал не идеал, потому что это курсовщина, но вот это блюдо я могу смело советовать и едить в ресторану по типу, по настроению подходит. То есть с изюминкой сделано еще и вкусно. Мое самое любимое блюдо в этом ресторане и одно из самых любимых в принципе каша из топора 890 рублей. У нас вот такой вот есть горшочек, а это топор с маслом и чернилами крокатицы. Мы вот так вот опускаем топор в кашу, вводим по кругу, размешиваем. масло у нас постепенно тает и остается топорище, то есть деревянная часть топора уже без всего лишнего. То есть такой вот ножик. Еще чуть домешаем и потом расскажу, что же там у нас внутри в этом горшочке. Вот такой вот ножик. Итак, что же у нас там внутри? Зеленая греча, сваренная в бульоне, нежнейшие говяжьи щечки, хрустящий лук и белые грибы. Аромат просто волшебный. И говяжий дух, и от гречи тоже есть вот свои пары приятные. И, конечно же, грибы дают свою ноту в аромат. Блюда из сказки и по виду и по вкусу. Вот безукоризненно. Идеально. Это сытно за 900 рублей. Адекватно. То есть цена была у тартара, это закуска, а вот здесь вы поднаедитесь. Мяса они не жалеют вот такие вот там брусочки. Просто классно, просто сытно, просто здорово. Правда, очень мало ли стороны, где русская кухня в интересную обертку помещена. То есть щи, каша вроде как пасхонно-сермяжно. А вот здесь вроде как каша. То есть мы пробовали гречку. Московия лезет. Гречу, конечно же. Но вот такую, да еще и так сделанную, это редкость, редкость. Здорово, что я однажды наткнулся здесь и второй раз попробовал и еще раз порадовался. Вам посоветовал и я надеюсь, что вы тоже кайфанете. Если вы не любите овощи, значит никто их вам никогда вкусно не готовил. Это не просто красивая фраза для подводки, это практика, с которой я столкнулся лично. Всегда был холдинг овощам, но в харвесте меня согрели. Мы были здесь с обзором чуть больше года назад. Сам ролик вышел 8 марта прошлого года. с видом ничего не изменилось. Все так же светло, просторно, просто, но не примитивно. Живые цветы, водрая музычка, столы из благородного дерева, удобные стулья, что не всегда можно сказать про рестораны. Пока камеры с оператором готовились, я сравнил цены в меню, которые сейчас, и те, что были в обзоре. Еда не подорожала. соки, по крайней мере, из членоходной рябины, маракуйи, яблоко на сотку скакнули. Но мы его сегодня не берем, потому что я решил попробовать тыква, маракуйя, апельсин. Сейчас стоит 550 рублей за стаканчик. Ну, прям витамины прут через стекло. Маракуйя на первом месте. Тыква как будто бы не ощущается, и апельсин тоже можно распознать. Но, в любом случае, за ваше здоровье. Вот это бы с утра с круассанчиком хрустящим. Утрас и бодрость. Кому-то кофе помогает взбодриться, а этот фрешек, я думаю, что второй половине, который кофе либо не может, либо не хочет пить. Тыква есть во вкусе, вот ты ее чувствуешь, разгадываешь. И если вы в обычной жизни не очень не относитесь к овощам, и сюда пришли, во-первых, правильно сделали, а во-вторых, возьмите это тоже. То есть некий мостик от фруктово-ягодных соков к фруктово-ягодно-овощным. То есть вот тут тыква хороша даже для тех, кто ее обычно не ест. 550 рублей, конечно, как бы дороговато, но уровень ресторана и фреш, в принципе, не дешево. Дают санитайзеры. Думаю, что я буду есть руками свеклу. А может это буду, кто меня знает. 450 рублей вяленая свекла с молодым козьим сыром. Цена такая же, что и в прошлом году, и это блюдо меня особенно пленило, потому что было первым, и я тогда свеклу распробовал и понял, что ее можно сделать вкусной. Она вкуснейшая, желанная. Я редко когда-то говорю про овощи, гарниры и так далее, но свекла вкусная, представляете? Не в супе, не в борще, нигде, а вот как самостоятельное блюдо. Да, помогает орех, пекан, кармелизированный, да, там есть сыр соленый, но все равно она во главе. шикарно. Вот там была оценка в телеграм-канале 5 с плюсом, и я ее подтверждаю. Весьма разнообразное блюдо. Орех тут нужен не столько для вкуса, сколько для хруста, для ощущения полноценного. Свекла имеет сладковатую такую ноту и плотную текстуру. Ну, а сыр оттеняет своей солнатостью и дает вот пышность, объем. Ну, просто блюдо хорошее, кстати, недорогое. В таком ресторане за 40-50 рублей вообще можно брать. Все-таки это не козий сыр, как нам сказали, ну, по вкусу, крайне мере, так кажется, а кремето с мацони. Не овощами, едиными кормит Харвест. Это у нас жареные гребешки с соусом из фуагра за 790 рублей. Гребешки, это у нас цветная капуста, паста птетин, паста из цветной капусты и соус фуагра. В прошлый раз я максимально высоко отметил это блюдо. Не зря отметил, видать, гребешки просто идеальны и по виду, и по текстуре, ну, и только что по вкусу проверили. Вот так вот. Паста птетин в соусе нежнейшина. 790 рублей. Цена такая, если не кусачая еще, то уже ощутимая, но это блюдо полноценное, и вряд ли же вы приходите в ресторан и заказываете одно блюдо. То есть, это со вторым, без десерта, без супа, будет вас насыщать, в целом, в целом, конечно, вы порадуетесь. Паста восторга. Ну, и без овощей здесь не обходится. Берем цветную капусту, вот так вот и пробуем. Вкусно, идеально, податливо. Дополняет общий вкус, при этом не является каким-то вот аванградистом. Знает свое место и в этом ее сила. И попробуем все вместе. Гребешок, пасту, овощи и соус. Ничего, к счастью, не изменилось за год. Такая же высокая, высочайшая моя личная оценка. Вот это я бы повторял каждый раз. Раздел супы, сливочный биск с копченым лососем за 550 рублей. Да, я вспоминаю вот эту вот эспуму, эту нежнейшую. Посмотрите, какая вот консистенция, какая текстурка. Вот у нас лосось копченый. Это все в таких приятных пастельных тонах. Вот нежно, оранжево-розовый, возможно, лососевый цвет или такой бледно-морковный. Ну да, и аромат уже доносится. лёгкость, которая вот есть по виду, она несколько пропадает и утихает. точнее, её отводят от реплант, потому что появляется насыщенность от лосося. Ой-ой-ой, ой, ой, То есть, тут уже и панцирные нотки во вкусе, такие вот, ну, знакомые. И, конечно же, копченый с особой нотой. Даже только пробуем бульон, пока без самих вот этих вот сушков рыбы, но чувствуете сила, наваренность и настроенность. И давайте вместе с рыбой. Текстурный. Чуть пожевать придётся, буквально раз-два и дальше расклеивается. Просто вкусно, просто классно. Не для праздника, не для нам сегодня там 25-е годы. Я люблю его, люблю её. Берём это. Нет, пришли, заказали, насладились, не торопитесь. Тут и ждать особо не нужно, но и при этом спешить не рекомендую. В своём темпе проглотили, почувствовали этот шлейф послевкусие и можно за на. Ещё одно блюдо из Золотого Пантеона. Улица Кирочная, дом 3А. Именно здесь находится официально лучшее заведение не только города, но и страны Бёрч. Были здесь два года назад и делали обзор сета. Пришло время в рамках фильма и рецепторы освежить, и в памяти тоже восполнить. Надеюсь, пустят внутрь, потому что обычно здесь нужно бронировать за 2-3 недели. Попытаем удачу. Пропустим домой и пойдём. В этом заведении нам снова несказанно повезло. Конечно, в зале в будний день в рабочее время всё забронировано, забито, но на террасе было пара свободных столов, один из которых мы заняли. Здесь на улице не подают сеты, но зато есть меню а-ля-карт из 20 позиций. Я думаю, что можно выбрать любое блюдо и не ошибетесь, всё-таки официально лучшее заведение России, но вряд ли вас как-то расстроит. Я думаю, что остановлюсь на четырёх и расскажу вам, как они на вкус и на вид и так далее. И на аромат, обязательно на аромат. Всё-таки на улице ещё холодновато, поэтому я в куртке, верхней одежде, ну, как есть. Здоровье дороже, может быть, приятной для вас картинки. А это амюзбуш, то есть блюдо на зубок, которое подают бесплатно комплиментом до блюд. Гуакамоли с томатной икрой и кунжутом, чтобы это не значило, чтобы кунжут вообще понятия не имеет. Слегка копчёный томатный аромат, приятный аппетит раззадоренный. Да, после всех ресторанов. В общем, это вам. Да, да. И оператор поест. Оператор уже поел. Молодец. А я всё-таки буду чуть больше рассказывать, чем он. Не буду. Просто взрыв эмоций. Вкус гуакамоли томатный. Вот то, что я описывал, в принципе, то есть. Солноватость на финише, видимо, от хлебца вот этой вот тортильи, от начоса. И пикантность на финише, которая чуть покалывает. Я думаю, что эта жгучесть будет с вами до первого блюда. Вот. Ярко, хорошо, и вот то, что нужно в самом начале до приёма пищи. Первая платная закуска кукурузный хлеб за 290 рублей. Я долго спрашивал официантов, точно ли стоит брать и занимать слот один из четырёх, он говорит, за этим возвращаются специально за хлебом. Ну, раз так, нужно взять. Специально порезанно, для того, чтобы было удобнее. Отрываем. Это у нас оливковое масло жидкое, а это подкопчёное сливочное с луком. Давайте вначале вот так вот. Да, я нож заметил, как и вы, но всё-таки так приятнее. очень промасленное. Я сейчас говорю даже не про сливочное, а сам хлеб, он очень наполненный вкус имеет. Ну, конечно, подкопчёное масло с зеленью тоже даёт своё богатство, свою широту вкуса. Не знаю, конечно, сколько людей именно возвращается за ним, но если вы здесь и любите хлеб, необычный с маслом, то можно взять. Очень вкусно, так скажем, но не так, вау, ребята никогда в жизни не пробовали, нужно просто брать. Офигенно, не больше. Да, вот тут такие аппетиты в этом ресторане. И давайте на всякий случай макнём в оливковое. Вот так вот. Скажу странную вещь, но с жидким маслом. Может, даже интереснее, вкуснее, чем с копчёным. Хотя я большой фанат имени вот. Второго? Вот оливковое для меня открытие именно в сочетании для стартеров. 290 рублей вообще адекватная цена на компанию. Просто вряд ли вы в одной льду едете. То есть, берёте на двух-трех человек по два-либо кусочка макаете и ждёте основной блюд. либо закусик, если вы не наелись. Шеф приготовил для вас татаки из мраморной говядины. Подаём его с маринованной свёклой и каплями трюфельного песта. Блюдо я заправлю соусом понзо. Основу его составляет стружка тунца. Сверху блюда картофельный пай. Шеф рекомендует распределить его по мясу, чтобы добавить хрустящую текстуру. Это японский стиль, поэтому для вашего удобства я приготовил для вас принцет. Спасибо большое. 750 рублей за такую красоту и такую сложную задумку. Шеф сказал, что рекомендует хрустящую картошечку распределить на мясо. Я повинуюсь. И давайте всё это дело возьмём. Вот так вот. Да. Так, ещё я бы, знаете, что сразу бы вот вот так за ваше здоровье, господа. Всего 750 рублей. Я серьёзно говорю. Нежнейшая мраморка с лёгким овощным вкусом. Свёкла конусу такой насыщенный, богатый, но опять же не забивающий, не мешающий. И вкус от картошки. Ну да. Обычно я говорю, ну, вкусно и довольно просто, там, и дома сделать, и до этого дойти тоже, но нет. Здесь, ну, как думаешь, сколько месяцев это блюдо с нуля разрабатывалось? От идеи до воплощения, чтобы вот до такого идеала дойти? Не не меньше, не меньше, не меньше двух дней. Вот, ну, конечно, это, это прям вкусно, это гастрономично, это высокая кухня, не оверпрайснутая, не какая-то вот заоблачная. это то, что можно попробовать, если, конечно, вы сядете сюда. То есть, его нужно бронировать за неделю-две, либо приходить с тобой. Да, либо с тобой, потому что я лаки-мен. Мое глубочайшее почтение, это блюдо выше всех похвал, и я очень много сил трачу прямо сейчас, чтобы не доесть, не наброситься, потому что этим хочется поделиться. Не хочется, точнее, но вот нужно, я бы так сказал, нужно делиться в данном случае. Ну, там и так много, а я поем еще. Опаленность тоже нужна, тоже важна, и тоже добавляет красок. Это не просто еда, не просто закуска. Это вот то, за чем ходят гурманы. Хотя и человек просто желающий поесть, я думаю, что лично так порадуется. Следующее блюдо это гаспачо из печеной свеклы и черешни с салатом бонзанелла и креветками. Не сомневался. Вау. Симпатично, спасибо. И шеф рекомендует пробовать все текстуры. есть. Кто и такой, чтобы перетить шефу? Давайте попробуем. Это у нас суп за 650 рублей. Гаспачо из свеклы и черешни пенсанелла с креветками. Собственно, вся текстура одновременно. Ну вот, даже как-то рушить пока не хочется. Ну, давайте рассмотрим. Вот. Ну, стало менее эстетично, но так правильно. Свекла с черешней. Сочетание интересное, тем более, в гаспачо. Честно сказать, воспринимаю, как вкусное блюдо, только томатное. Пробовал несколько с огуречным, но вот не зашло ни разу. Как-то вот пресно, водянисто. Не все и томатные хорошие, но у них больше процентов мне понравится. Здесь же ну, прям нужно постараться, чтобы я похвалил. Работаем? Постарались. Да, правда. Это здорово. Причем если бы не сказать, что это свекла, я бы ее, может быть, идентифицировал, но не на первых ролях. То есть, вот, есть общий такой вот овощной дул гаспачо и даже как будто больше томатную сторону. Солноватый овощ. То есть, такой летний, холодный супный дух. Летнее настроение от холодного супа. Ммм. Или свекла настолько видит от нарезки. А, томаты, естественно, есть в большом количестве. Ну, да, это просто нас блюдо пугает. И свекла, смотрите, все равно помидорки во вкусе на первом месте. В чем вот есть и сладость, нужная на удивление. Она как раз обогащает вкус, а не как-то вот его рушит. классно. Такие деньги вообще хорошо в таком ресторане. Я расписил черешеньку и просто потекло. Практически воспоминания летние, вот эти, когда берешь 2 килограмма черешни, так раз, отрываешь, два, и сок просто вот льется, растекается. Так же и здесь. Я не знаю, как они это сделали, как где-то вы дошли, но это и не мое блогерское дело, моё дело рассказывать ощущения. Я рассказываю, что мне прямо очень нравится. Вот что я подумал. В этом ресторане можно не бояться пробовать смелые эксперименты, потому что вот какое блюдо удается, хотя нетривиально по рецептуре и ингредиентам. Это ни в коем случае не ягодный холодный суп, хоть там есть черешки. Всё равно настроение от гаспачо остаётся. Просто такое вот лоскутное одеяло из вкусов, но при этом полноценное, собранное. Класс. Я очень надеюсь. Потому что были скептические мысли. То есть, ну, свёкла, черешня, всё вместе. Это классно. При этом просто ну, ура будет. Сейчас холодновато как бы, но, это проблема с погодой, а не с блюдом ни со мной, ни с утром. В общем, ждёте лето, буквально осталось несколько дней и бегом сюда за наскачем. доел и только понял, что в составе есть креветка. Ну, креветки во вкусе не чувствуются. Не то, чтобы это как-то помешало обзору, либо оценку снизить. просто вот тема креветки во вкусе не раскрыта. Возможно, побери её и рухнет дженго вкусовая, но будьте готовы к тому, что прям яркого вкуса морепродукта там не будет. Ну, это опять же вкусовщина, если бы там не было написано, я бы вообще это внимание не обратил. Но, чертовски вкусно. Солнце, лютый враг съёмок и редкий гость Петербурга. Поэтому мы относимся к нему всесходительно. Как бы рады, но не от всего сердца. Спрячусь за мощную голову оператора. Итак, основные блюда филе осетра с соусом из шампанского. 850 рублей. И здесь также предлагают все текстуры попробовать на одной ложке. Рыба, хрустящий лук, соус и такой вот микро-морепродукт. Рацион с кратчем. Это очень вкусно. Есть ещё и укроп. Прекрасное, более сытное блюдо, чем другие. Понятно, что этого мало, чтобы наесться. Но беру, чемпионат, кто приходит, чтобы вот именно укатиться. Приятные текстуры рыбы и отдельный кайф от пирозеленью, хрустящего лука и это вот соус из шампанского. Огонь. Отдельное спасибо за обрамление. То есть, ну, рыбу, понятно, а ситра, думаю, что ели многие. А вот так, чтобы всё обоградить редкость. А шампанское чувствуется? На послевкусие такая вот так кислинка бойкая. Блюдо? Угу. Как после перляжа себя чувствуешь. Очень классное основное блюдо. Хотя меня больше высветили татаки и гаспачо, но тут я понимаю, за что любят и почему это есть меню. Советую. Вот прям, прям точно. Но после попробуйте суп и закуску. Скоро солнце скроется. Это для меня хороший знак. А пока антроме для меня и для моего товарища. Это у нас в цедре. Ванильное вроде мороженое с пудрой из тимьяна и петрушки. Антроме подается всем, чтобы рецепторы наши освежились. Да. Лимонный сорбет с ванилью из пудры из зелья. Ох! Рецепты освежаются дай боже. Холодно, холодно, но ничего. О! Ну, это реально перезапуск. В общем, Александр, это вам освежитесь. Александр гений. Одной рукой держит камеру, а второй меню, чтобы скрывать солнце. Напиток перед десертом. Клубника, арбуз 350 рублей за стакан. Естественно, экофренды трубочка, мята и много льда. Мятка. Давайте развернем, что здесь. Клубника или арбуз? Арбуз на первом месте, причем это не сироп, а, говорят, что пюре. Клубника торчится, но вот арбузы более желанные, более редкие. И давайте его попробуем. Снатно освежает и чувствуется натуральность и одного ингредиента, и второго. Причем, заказать можно смело, особенно сидя здесь в жаркую погоду, вот как сейчас солнце светит, и вы чувствуете, что ему прям хочется освежиться. Это взяли и кайфуете. Десерт награда за еду. Название у него просто вот феноменальное. Кокос, манго, ананас и кофер лайм. Стоит 490 рублей. И сказали, все текстуры сверху вниз затронуть, не перемешивая и жереху, и мусс, и обязательно цедру лайма. В общем, за ваше здоровье, господа. Вот скажу нежно, скажу вкусно, буду прав, но это вообще не передаст ни на талику. У тебя такой запах просто. Так вот, понимаешь, это сверхнасыщенность, вот доведенность до абсолютно для водки, для спирта, а до выше формы. Это вкуснейшим. И правда, чувствуется и манго, и ананас, и лайм, и кокосовоставляющая. Вот, кстати говоря, да, мы вернулись к вот этому вот, вернулись, говорю, к вот этому ощущению не только вкусовой радости, но и какой-то вот детской неожиданности в хорошем смысле. То есть, это что-то удивительное. Вроде вкусы знакомы. там-то и манго, и лайм пробовал, но это так все вместе играет. И если рыба была просто классная, хорошая, то первое блюдо, закуска и суп были феноменальные. И вернулись мы к этому ощущению в десерте. Вот просто, ребята, это что-то с чем-то. Ну, вы поняли, что и с чем, но как это, только сами можете попробовать. Сейчас завидую Александру, потому что он попробует это и скажет, да, Макс, я тебя понял. А вот вы не поняли, не пробуя, потому что вот даже моих велеречивых оборотов не хватает, чтобы это описать и быть понятым. Вышка, пушка, петарда, феноменальность и в данном случае я сдерживаюсь тоже, чтобы не доесть. Все, послушку и оставляем. В Питере пить крылатая фраза, которая точно олицетворяет культуру питья нашего города и впору снимать отдельный большой фильм про бары. Но в этой работе я затрону несколько особо примечательных для меня питейных заведений. Начнем мы с ТБП-бара Алексея Грелькова и Дениса Миронова. У них есть еще пивной ресторан ТАП-22, тоже классный, но все-таки именно здесь все начиналось. Пойдемте. Только что я узнал, что здесь пивных позиций 605 штук. То есть вот прямо сейчас можно заказать вот столько. У меня более скромный выбор, но три разных я вам покажу, попробую и расскажу. Это у нас Весна Брю, 310 рублей и отсылка к Рубинштейну. То есть если бы не взяли в бутылке, то там такая вот кафель, которым отделывают на Рубинштейна парадные. В общем, так чисто для аперитивоспровождения перед закусками бахнем более-менее классик, потому что потом два вида пива будут такие сумасшедшие. Пшеничка. Ничего пока нового не придумали. Вообще придумали, но данный вид, он знакомый. Освежает прям по-летнему. Хочется взять стакан и пойти по улице и там потягивать. Питка хорошая такой ссор. Кислинка с небольшой сухостью на финише. Что можно из закуска, может без, будет все, все всегда будет приятнее. Спасибо большое. 5,4 можно не закусывать, но если вы пьете 3 литра сразу. стаканчик можно попустить без закуски. Но у нас креветки катаифи. Соус сладкий васаби. За 500 рублей нам подают уборку креветок в тесте катаифи с кунжутом и смотрите подушку из салата и немного черри. Черри как будто сглезнули лимонным соком. Приятно. И давайте попробуем креветочку. Ох, румяное. Идите поближе. Дэнчик покажи ребятам как это все приятно блестит и светится. Вначале без соуса. Классная сделанная креветка. Нежная, упругая, спустящая тесто. Классная закуска. И макнем в соус. Вот так. Васаби прямо с характером. Будьте аккуратнее. Уф, хорошо. Орех вописливкусие. Очень, очень интересный. Но, конечно, если возможно, для удобства сделать более густым, но вкусом в чесном огоне. И салатик как нельзя, кстати, потому что после такого насыщенного соуса хочется немного освежиться. салатик в чесном в чесном в чесном в чесном в чесном если бы соус был менее ведренным, тогда если бы вахт в грудобе не обязательно и хватило бы привета. Но здесь очень хороший тройственный союз. Продумано. Пицца тайм, пепперони, газе, саботаж. В общем, такое пиво за 400 рублей есть в ТБП баре. В общем, от классики пшенички мы идем к чумачеченке. Вот так вот. Почти не пенится. Ну, то есть, да, есть, но в целом даже можно наливать как хотите. Давайте аромат. Да, томаты, пепперони, как будто бы сырком потянуло. То есть, вот классическая ароматная пицца. Даже ближе к ресторанту. То есть, вот та, которая была в заморозке, потом ты ее разогреваешь в плановке, в духовке, неважно. И вот это вот в основе томатный дух, но с дополнениями ощущаешь. За вас, дорогие господа. на удивление, мягко пьется. Обычно подобные вещи, они суперэкспериментарны. То есть, ты глотнешь, такой, понял, все, можно мне попробовать что-то другое. А вот здесь даже как будто заинтересовало, как будто еще хочется. Я пробовал томатную газель в чистом виде, и там было как-то вот плосковато, точно проще. Здесь ну, пошире вкусовой диапазон. Вроде попил и поел. Какой тут сустав у них? Вода, солод, солод, томатная паста, овес, базилик, соль, перец чили, хмель прессованный, дрожжи, орегано, лук, чеснок. Ну да, то есть вот лук, чеснок, томатная паста. Со временем, конечно, чуть подбармливает такой яркий вкус, потому что ты хватаешь, но остается на рецепторах, и ты долго послевкусие ощущаешь. При этом хорошо. Для пробы вообще огонь. для повтора знаете, как хорошо? Когда пробовал один, потом кого-то приглашаешь, ему заказываешь или ей, и у него пробуешь. То есть ты вторую не целую банку выпиваешь, а вот несколько двадцать. Да, и на послевкусие, конечно, такая вот пикантность отчетливая. Мы не устаем закусывать. Это чили френч фрай за 450 рублей плюс 30 рублей за доострение. То есть тут у нас есть картошка фри в специях специальных. Это у нас фарш, это халапеньо, а фарша для до построты Лешина домашняя шри рачи. Это у нас, насколько я понял, сырный соус из чеддера со сливками. У этого беда есть вариант как бы неострый, но смысл заказывать, если нужно пробовать весь спектр. Леша молодец, сделал хорошую шри рачу. Давайте заведем картошечкой. Ну, картошка, отдельное удовольствие. Я всегда настирую заведение, где слишком просто. Фритом с солью, в лучшем случае перцем. Когда есть копченая паприка, какие-то яркие специи и повидные по вкусу, это всегда интереснее. И такую картошку можно подавать в три дорога. И сама по себе хорошая, как самостоятельное блюдо. И соусом, я думаю, что будет очень здорово сочетаться. Открывается хорошо. И давайте сюда поближе, поближе. Вот так вот. О, такой консистенции хочется васаби с сгущёнкой. Чтобы тянулось и выливалось. Слушайте, если отдельно есть без фарша, картошка с фрис этим соусом, я думаю, что тоже стоит взять. Ммм, блин, это просто вышка. Это одна из самых вкусных картошек с соусом, которые я пробовал. И обычно мне не нравятся сырные соусы, которые самодельные. Потому что Хайнс это прям топ. И почти все другие они уступают ему по насыщенности, по вот такой силе. А вот здесь прям хорошо, прям замечательно. Можешь сказать, что это сырный соус один из лучших, который я пробовал в принципе. Даже лучше, чем хайнсовский, серьезно. Ну, по сути, сыр и сливки, насколько я понял. Там же сливки помимо сыра? Да. Все, я абсолютно прав. А вы с собой не делаете этот соус? Нет. Нет. Все, тогда меня не интересует. В общем, накупите себе несколько портов, и это слиете в отдельную тару и заберите с собой. Это прям вообще вышка. Здесь в плане специй решили заморочиться. Томаты дегидрированные, соль и лук шало. Конечно, картошка получается особенная. Все-таки со стринкой я дал маху. Сложно есть фарш, но то, что я открыл для себя соус, который здесь Леша мне отдельно сделает, и картошку это прям классно, я рад. Ну, мне советую брать доостренную вариацию, потому что я думаю, что и базовая было бы чуть пикантно. Сейчас, ну, тяжеловато. Но соус прям огонь. Я за него готов простить любые свои огрехи. Да, я сам себе прощаю огрехи, потому что пробовал соус классно. Хочется обзор закончить чем-то запредельным. это у нас Pickles Guze with Watermelon. То есть лето брюн, неосветленный, не петризованный, не петрованный напиток пивной со вкусом соленого арбуза. 400 рублей за банк. Лето на дворе, самое время готовиться к сезону арбузов. Вот такая получается красота. И давайте аромат. Просто кислинка, просто что-то непонятное. Менее яркий, чем Pizza Time и арбуза пока в аромате нет. Хотя в составе есть ну как-то плоско. Я думал, что будет что-то вообще сверхсумасшедшее. Пока просто норм. Но это по запаху. Нужно вкус проверять. Почти негазированная, вязкая. И такое чувство, что ты вот рассосал себе на вечер конфету арбузную. Довольно сладко. Есть понятное общее пивное настроение, но как-то прям слабенько. Если пиццу я бы у друга потом взял и повторил про глотков, то здесь чисто на один раз на компанию по глотку и не хватит. Вот арбузное что-то есть и что-то пивное есть. Ну ни там, ни сям. Это не прям как-то отвратительно, плохо. ближе никак. С этим все понятно, чисто на любителя, но прям редкого. Не расстроились, потому что у нас еще три бара. Мы продолжаем в Питере пить. Центр, Лиговский, вижу БКЗ, а позади меня буквально ждет моего прихода барни канон. Есть такая блогер К. Ша Вика Кисимяка и она сотоварищи держит барни канон. Гик культура самая настоящая. Закуски на тему всяких там Гарри Поттеров, DC, Марвелов, бургеры как основа, база, коктейли, шоты, лонги, настойки, все там есть. И честно сказать одно из моих любимых заведений. То есть там душевно, вкусно, сыто, пьяно. Что я вам рассказываю? Давайте я вам покажу. Опа! Сразу хочу напомнить. От меня гик-история так же далека, как на самом деле больше никак. То есть вот я Пуффин Дуй от Коктеврана не отлечу. Я до сих пор не понимаю, почему Бэтмен не может подраться со Спайдерменом. Ну, то есть это же один мир. Поэтому не ждите от меня каких-то каких-то вот данных. То есть я буду название блюд зачитывать, буду зачитывать их состав и рассказывать вам, как мне на вкус, а не этот коктейль назван Локи, потому что кто-то учился в Ленинградском областном колледже культуры и искусств. Нет, не скажу, потому что я этого не знаю. Но выпьем, закусим и я вот по старой памяти понимаю, что будет хорошо. В качестве аперитива настойка зеленое яблоко за 250 рублей. легонькое, кисленькое, чтобы вот взбодриться, потому что после многих ресторанов уже вот чуть эти рецепторы подзабились, да, и я сам подугас. Надеюсь, сейчас вас пряну и зажгусь. за ваше здоровье, господа. Вау! Первые пару секунд было так лайтовенько, а потом на задорный кисляк. и вот спиртозность легкая. градусов тут 15, не больше. Но за счет кислинки прям бодрит. Ох! Готов к новым совершениям. Первая закуска картофель фри с зеленью и соус. В подарок идет. Мы взяли авторский чесночный. Вначале без соуса, с пылу с жаром. Хрустит. Душистое. Приятное. Но как будто бы можно чуть-чуть посолить еще. Ммм, мя. Видимо, просто неравномерно. Ну, не скучно. Посыпки тут достаточно. Я посолюшик. Все отлично. Вкусное. И давайте макнем в соус. Вот так. Не поверите? Чесночный. Как я тебя понимаю. Ммм. Холодный соус с горячей картошкой это, конечно, сочетание великое. Правда, классно. 240 рублей стоит вот прям 100%. Как бы она ненавязчивая, но при этом яркая и ты ее запоминаешь. и без соуса и соусом. Коктейль Мистерио с фонариком. Вишневый ликер, апельсиновый ликер, белый ром, сиропы Блю Кюра Сау и эстрагон. Эвервест, лимон лайм, лимонный сок 300 мл за 550 рублей. Посоветовали размешать, чтобы вот то, что у нас внизу, а именно сироп и ликеры перемешались друг с другом и был гомогенизированный настой. Советуют не глотать фонарики, потому что их немного в баре, вот, а вам он внутри незачем. Я думаю, что мы размешали, ну, красота, за ваше здоровье, господа, но вначале аромата. мяты в составе я не помню, но такое чувство, что есть. Ну, либо это так отзвуками играет цитрус, ну, в любом случае аромат приятный. Он только кажется вот лайтом таким детско-женским. Нет, здесь вот алкоголя не пожалели. Подтягивайте аккуратно, а лучше закусывайте. можно еще водой запивать на всякий случай. Ну, в общем, сами решите, я вас предупредил. Насыщенный, богатый, чувствуется и апельсин, и тархун, и, конечно же, алкоголь. Причем он вначале, потом дает фруктам и травам, а дальше опять вступает все и права. Хороший. И кажется, что его немного, потому что лед, во-первых, лед подтаивает, а во-вторых, вам хватит. Питки, вот его можно подтягивать не весь вечер, но значительную часть вечера, если вы здесь ненадолго. Если ненадолго, то берите сразу три. Прям хороший. Ну, то есть и подача интересная, и вкус классный. Это мы со светом снимаем, потому что нам нужно для картинки. А вы тут будете в романтике, и у вас постоянно будет мигать глаз. Топ. В бой вступает набор всех сырных закусок пирогмен. стоит 490 рублей, и в составе 9 штук различных сырных закусок. В составе есть острые сырные пирожки с халапеньо, то есть есть медальоны с сыром, есть с сыром и халапеньо, и есть палочки просто с сыром. Давайте удачу попытаем на вот этом вот экземпляре. Чуть-чуть нас подождали, но все равно прям тянутся. Это у нас без никто, точнее, без халапеньо с сыром. Во-первых, такие закуски ешьте сразу, как вам подали, а не накидывайтесь на алкоголь. Прям хорошо. То есть это база панировка и сыр. соус. Чесночный топ и к медальонам. Если вдруг у нас остался, берите смело, если закончился, возьмите еще порцию, потому что сочетание классное. Вот с халапеньо, но не тянется. В общем, не повторяйте моих ошибок. халапеньо хороша. Вот вроде как не видно, посмотрите. Мелкая фракция перца, соответственно, не отличить практически, но запах есть и во вкус тоже раскрывается. не сильно, не прям жгуче, но ощутимо. Ощутимо. Так, индикатор. Чесночный совсем отличный. Надежды на палочку нет, потому что она нас ждала дольше всех, но но слушайте, а здесь прямо прям смотрите. Прям вот, прям вот-вот. Обломовых, наверное, здесь 4 есть. 5. 5 наскребли. Тоже классные, тоже вкусные, тоже приятные. И вот у трех закусок разный вкус. Поэтому не думайте, какую из них взять, берите целый перугмен. Понимаю, что пока нужно повременить с алкоголем и берем мандарин, безалкогольный коктейль. Один из моих любимых еще с первого обзора там 3 года назад. Состав сырок маракуйя, лимонный сок, содовый, свежевыжатый апельсиновый сок, лайм. А где мандарин, спросите меня вы? А вот в этом-то и фишка. Здесь его нет, точнее, он есть не всегда. Я понимаю, что когда сезон мандаринов, а именно зимой, его добавляют. Когда нет, название есть, его настроение присутствует, но без мандарина самого. Размешаем, что ж, нас уже немного подождал. Ох, ну, слушайте, цвет такой витальный, приятный, яркий. Как раз-таки весенне-летние ощущения. Кислинка есть, и фреш апельсиновый угадывается. ура. Между лонгами, шотами, или, в принципе, любой вариации идет очень-очень здорово и нужно. Потому что, когда вот вы накидываетесь, нужно либо время отдохнуть, чтобы совсем свалиться, либо чем-то перебиться. И вот мандарин подходит прекрасно. Освежает и перезапускает рецепторы. Ну, правда, мой фарит уже несколько лет. Раздел Гарри Поттер. коктейль черная метка, ликер тундра, черно-смородиновая водка, ликер черри бренди, вишневый сироп, лимонный сок, яблочный сок и Эвервес биттер лемон. шестьсот шестьдесят шестьдесят рублей за вот такой вот череп. Ответь мне, Александр, а вот как черная метка связана с Гарри Поттером? У меня такой же ответ. Я тоже не знаю. Если вы знаете, пишите в комментариях. Если не знаете, тоже пишите, мало ли, попадете. Ну, слушайте, здесь прям такой вот очень, очень борзый состав. там и водка, и бренди, и все, что хочешь, и нужно перемешать. Пенка, смотрите, какая. Пенку видно? Пенистый коктейль. Неплохой по латыни, как ты думаешь, а эспумированный. Шестьсот шесть рублей за вот ну, сколько тут? Не написано, кстати, ну, миллилитров четыреста есть. Вот я думаю, что а давай челлендж. Вот я сейчас выпью залпом и через сколько я свалюсь? Через четыре минуты. Через четыре секунды. Нет, все-таки культура питья должна быть, и нужно смаковать аромат. Вишенка и черная смородина, причем вот не ароматизатор, который в водке обычно, а вот прям варенье черно-смородиновое. Баночку открываешь, так как? Нет, по-другому. Как? Вот так вот и урожай. Тяжелый. Не синоним плохой, а вот основательный. Вот этот быстро не попьешь. Точнее, можно, но не нужно ни в коем случае. если вот предыдущий, который светился, еще можно с ним поиграть, то здесь шутки плохи, здесь нужно с умом. Всосал, почувствовал, отдохнул, пообщался, если вы с друзьями, или если вы один, просто помолчали, подумали о своем, посмотрели YouTube, кстати, мой обзор можете посмотреть под это, вообще хорошо заходит. Вкусный, сильный, симпатичный, это же всегда весело, когда такая в форме стакан. Ну да, чувствуется и вишня, черная смородина тоже есть. Вот прям прям пьется нелегко, но опять же это неплохо, это вот его особенность. и его бы я ни с чем не мешал. То есть, вот взял один, допил, переосмыслил, взял второй, такой же, и вот весь вечер подобное пьешь. Потому что здесь очень интересно и послевкусие, и в целом вот такой эффект, который без обзора в обычный день не хочется менять ни на что. То есть, вот он достоин того, чтобы быть с вами вот начало, возможно перебиваясь, ну, нечего невозможно, а необходимо перебиваясь на закуске до конца. На самом деле я бы советовал выкроить день чисто вот для вот этого либо чего-то подобного. То есть, я не все пробую сегодня по понятным причинам, потому что мне нет столько денег даже с моей скидкой все это купить. Но вот что-то вот тоже такое темно-ягодное тягучее к нему в пару. Без вот веселого, легкого, мандаринового цитруса вот только чего-то. Мне кажется, ты захмелел. Ммм, тебе не кажется. Ну, вот хорошо, правда, вот хочется порасти, то есть, вот быть в спокойствии, в таком умиротворении, в хмеле или в хмеле в данном случае. Ничего не хочется говорить вообще. То есть, вот ты втянул, проглотил, а на рецепторах еще вот остался вкус черной смородины и вишни. Причем не бренди и водки, а именно вишни и черной смородины. Это прям важно. Но алкоголь чувствуется, он вас догонит здесь обязательно, поэтому вот рядом стаканчик. пока нет, пока стаканчик воды. То есть, ну вот, вот раз, и опять можно его тягать. Он даже, кстати, вот уже со временем сладость свою, не знаешь, что в детстве делали. Ты не знаешь, что ты не об этом в детстве. Банки. Нет, не банки, мне в детстве варили черно-саморозиного варенья, но один раз переварили, и вот до карамели, до вот такого остатка, осадка, такого вот уже чуть горьковатого, то есть, вот ты когда варишь варенье, и там чуть это перекарамелизуется в карамель, потом ты ешь такую липкую вещь, и такое вот очень, очень насыщенную. Можно сказать, вкус детства. вот классно, об этом коктейле хочется говорить, может быть, спорить. Есть что-то против моего слова сказать себе? Ничего, ты очень прав, ты очень молодец. Тогда спорить не хочется. Вот, ну, то есть, вот это прям хорошо. 666 рублей. Ну, ломка это или не ломка? Ну, довольно длинный, я бы так сказал. Нет, правда, его можно выпить там залпом, но вообще не нужно, не тот будет эффект. Вот его хорошо именно тянуть, как вот сыр. Раз, только коктейль. Хорош. Как говорится, хороше-хороше. Коктейль безалкогольный называется Невероятный Халк. Яблучный лимонный соки, Эвервест лимон лайм, лайм отдельно и сироп мята 230 рублей. Вот сейчас самое время для него. Симпатичный, зеленый, почти то, что мы пили в качестве аперитива. Доктор Мом. Вот это вот мятка, трава. Опять же, вкус детства, но здесь все, все чисто, все честно. То есть, это вот как раз-таки для того, чтобы заменить кому-то алкоголь. То есть, у вас большая компания, гики, пьющие, естественно, потому что что еще делать, если любишь комиксы. И вот один гик вдруг приболел, но хочется в компанию веселье обсуждать, почему Зак Снайдер снял не 4 часа, а 3,5 всего. Мы хотим очень много смотреть по нескольку раз эту режиссерскую версию. И вот выросли вроде как в коллективе. Я не знаю, как может смотреть. Я не знаю, какой Зак Снайдер. Ну, он 4 часа снимает прям режиссерскую версию. Вот мне Денчик рассказал. Он смотрел два раза по 4 часа и очень этому рад. Вот. Короче, эта тема крутая для тех, кто в компании, но не пьет сегодня. Потому что мята оставляет сухой эффект, как после красного вина, либо крепкого алкоголя. Вы в теме, но при этом не пьете. Прям хорошо. Хорошо. Это именно мята. Яблоко чувствуется здесь не так основательно. может быть оно не такое важное, кроме как для того, чтобы сделать цвет. Хотя и мята зеленая, и вот лайм тоже зеленит. Халк, он такой напиток функциональный. Если мандарин как бы для разбавки, для того, чтобы перезапуститься, то вот это сразу пить залпом или как-то быстро не нужно. Так же тяните, как любой алкогольный лонг. там хорошо. Так я не помню, что он там 4 часа снял. Какой-то фигню. Прости, Дэнчик, но я не понимаю правда это. Фигня. Это официальное название. Куриные крылья в медово-горчичном соусе 6 штук за 350 рублей. И посмотрите, как они играют на свету. карамелизация, жирочек. Ох, симпатично. Аромат довольно резкий. Вот горчичка ощущается на все 100. Очень хорошо. Чуть хрустит. Вкус насыщенный, при этом курица не забивается. Насыщенный вкус как раз-таки медовой горчицы и куриный идет рядом. Не выпячивается, не отстает рядом. несравнимый с KFC и не нужно. То есть это не лучше, не хуже, это совсем другое. И в этом их прелесть. Кайфово. Горяченькое, чуть пикантное. Классная закуска под классную запивку. Разве так выглядящие крылышки могут быть невкусными? Могут в теории, но не в этот раз. я бы лайк поставил прямо сейчас, потому что пар вижу. Вам не завидно нет, но это не важно. Уверьте мне, я вас и обычно не обманываю, и сейчас после всего съеду выпить его точно. Просто хорошо. Тут крошка хрустит, мясо мягкое, сочное, и вкус курицы чувствуется. Панировка для акселерации эффекта и вкуса присутствует. Гармонично, сбалансировано, классно. И своих денег в 30 рублей за 6 штук стоит. Закуски это, конечно, прекрасно, но что по прям сытной еде? Здесь есть масса бургеров, но любой бургер по вашему желанию можно сделать в тортилье. И мой фаворит, а я пробовал почти все, это пепертони. Говядина, пепперони, огурец маринованный, чеддер, яйцо, соус барбекю, прожарка всех бургеров, медиум. Стоит 480 рублей, но масса наверное граммов 300-350. Вместе с картошкой той самой в травах ну, наверное 400. Еще смотрите какой, если большой. Это я решил заказать еще и дежестив. Вот. Это у нас, ну, сами знаете, что символ доктора Зойберга. В общем, за ваше здоровье, господа. Это доктор Зойберг, мой ребенок, персонаж. Ну вот, ты тоже, дай его угадал. Тот самый вкус пепперони с говядиной, сыром, соусами, сочнейшина, чуть пикантности, огуречек. Ох, ну, правда, это вот мой любимый бургер. Закуски это хорошо вот к напиткам, а это хорошо к тому, чтобы поесть. Мясо хайфовое. И одно, и второе. Ну, правда, посмотрите, соусы не жалеют. И при этом, если не давить, ничего не протекает, не разваливается. Вот в гипертоне, ну, правда, это моя любовь. Тоже уже не раскрыто. Насколько я здесь без камеры был, заказываю, всегда и не прогадываю. Если бы я был голоден, вот сразу бы сметелил. А сейчас все-таки я смакую и дегустирую. понимаешь, несмотря на время, смену вот этих всяких вещей, а вещи меняются, кстати, вот он на том же высоком уровне. Я специально для вас, для кадра, заказал с пылу-жару медальоны. и давайте проверим, сколько они тянутся. Ну, вот, да, пар виден, сырок с халапенья, вот, прям, прям тянется, да, на ура. В общем, не обманул, просто нужно есть сразу. О, чуть-чуть вот резкая пикантность. Ну, это уже пробовали, это вот чисто для визуала. золотой снич, яблочный ликер, бренди, лимонный сок. 390 рублей за вот такой вот дежестив. Надеюсь, что в этом заведении этот коктейль последний, потому что еще предстоит несколько баров. Ну, здрав, буди, боярин. О, слушайте, бренди здесь на первом месте. Я думаю, что яблочко будет там, с ничем пахнет, не? Ох, ох, хорошо прям. Яблочко прокралось в итоге, но опять, ух, ух, аж сыр захотелось потянуть, потому что потому что прям прям хорошо. И с этого начинать как раз-таки нерационально, потому что подзабьет рецепторы, и вот дальше вам уже будет пауза. То есть, после вот того яблока прямо хотелось пробовать. А вот здесь хочется отдохнуть и максимум перебиться на горячую, чуть-чуть пикантную закуску. Ох, нет, ну, вот, серьезно, треснича подряд, вот, сытый я, голодный, неважно, я вот прям упаду, серьезно, потому что это прям крепенько. и ты тоже упадешь, что-то так на меня смотришь. Я могу выпить 10. Ты все равно проверишь. Потом проверим. В общем, запомните, что Александр Жучкин, оператор данного фильма, обещал выпить, ну, хоть сколько-то, хоть вот три минимальных подряд, и мы проверим. 100 лайков на этом видео. Ну, типа там, нет, вещь, вещь, но прям она такая вот сильная. Оплачиваем счет со скидки по моему промокоду и идем в другие бары. El Capitas. Я думаю, что многие из вас слышали это название, но мало кто там был. Заведение в свое время занимало место в десятке лучших баров мира. Мексика в питерской подворотне. Реальный спик-изи. То есть попасть можно либо позвонку, по рекомендации. А телефон есть позвонить у вас? Мне нужно в El Capitas. Я запрещу вас в нашей баре, у нас в гостях. Меня зовут Венил, да, ко мне можно сегодня по любым вопросам обращаться. Очень приятно, меня зовут Макс. Это что такое? Для вас мы подготовили уже напитки. Во-первых, самый главный напиток в жизни это вода, поэтому она всегда будет рядом. Да, она на опыте. Спасибо. Она поможет чувствовать себя прекрасно сегодня и завтра и вообще всегда. Далее маленькая конструкция, это благодарность за то, что вы сегодня с нами, за то, что выбрали наш бар для времяпровождения и у нас есть маленькая традиция. В переводе с испанского El Capitas означает чашечники. Чашечники это люди, кто познают культуру питья мексиканских агавовых напитков. То есть мы с вами сегодня и в дальнейшем. И эта чашка сверху стоит, она наполнена текилой. Это символ нашего бара. Это та самая Копита. В рюмке традиционная томатная запивка называется Сангрита по нашему фирменному рецепту из томатов спец сок и лимон. Как мы это пьем? В Мексике много традиций, поводов, как, зачем выпивать текилу и почему. Один из самых романтичных гласит, что глоток текилы это поцелуй. Потому нужно закрыть глаза, представить самую любимую желанного человека, пожалуйста, и выпивать текилу, будто бы целуете его человека. Я оставлю наедине вас на этот интимный момент и вернусь через 30 секунд. А это потом? Да, и запивайте Сангрита. А, сразу запивайте. Текила, Сангрита как вам нравится. Можно все сразу, можно в несколько глотков. Спасибо. Приятно. Спасибо. Ну, поцелуемся. Денчик, я не тебя представляю, если что, можешь не волноваться. И даже не Александра Жучкина. Подобное мы пили в Сангре Фреско, потому что Сангре Фреско это младший брат или какие-то сны. А, крепкий поцелуй. О! Ну вот, ну вот, начало положено. И вы заметили, что не было подсъемок, которые обычно бывают? Я специально просил Денчика не снимать. Ну, ничего, кроме меня. Потому что сакральность этого места не хочется нарушать. То есть, мы сюда пришли, все ли в уголке, но, спасибо большое, но вы, придя сюда, должны сами, вот, в первую очередь и в первый раз понять, осознать и прочувствовать на себе атмосферу и внешний, точнее, и внутренний вид заведения. То есть, биток, тут не так много народа, может быть, там человек 20, но все стулья, столы заняты и не хочется никого тревожить. То есть, это чисто такое рабочее посиделка, обзор, для того, чтобы в целом показать, что есть такое, но нужно идти самим, без камеры, без всего, по Сванхулиеву по связи. Вот, сангрита с мискалем хороши, идем дальше, еще выпьем, поедим и не забываем про воду. Все равно, вот хочется снять, но нет, нужно, чтобы вы сами прочувствовали на себе. Мне здесь кайфово. Вот я впервые здесь, ну вот, уже порос, можно сказать, ну, если не я стал своим, то это место для меня стало ближе намного. То есть, конечно, рано говорить про какую-то там дружбу, любовь огромную, но уже здесь хорошо, это приятно. У нас здесь для вас тако, это три домашние тортильи, пшенично-кукурузные с цыпленком запеченным, с запеченным ананасом, соус айоли домашний с чипотал и маринованный лук гибискусе. Сверху немного арахиса, кинзы, и, конечно же, лайм, чтобы придать сочности. Наслаждайтесь, пожалуйста. Я просто не был в Мексике, а насколько это аутентично или это прям авторская разработка? Мы делаем наше видение мексиканской кухни. Почему в нашем стиле делаем? Потому что мы не любим острое, да, ну, наш гость не особо предпочитает острые блюда. Ну, и для нас с вами всю жизнь ценица была роднее кукурузы, поэтому мы делаем 50 на 50 лепешки, а традиционные лепешки в Мексике они кукурузные. Но мы смешиваем, но делаем их сами. Итак, авторские так, 600 рублей за три таких тортильи с большим количеством начинки. То есть, ну, даже свернуть сложно, но у нас получилось. За вашу здоровье господа нужно не только запивать, но и заедать. Это очень важно, особенно в таком баре, где вот хочется и правда не остро, но очень насыщенно. Легко, если кантлив есть, но один напитка. Кайми сказал, а че так пресно, можно мне бахнуть перца? Нет, здесь очень грамотно, при этом есть такая окислинка и солноватость, и сладость, это мясо. вот он в редких блюдах, когда хорош, но здесь, в этом тако, ананас прям вот на своем месте, не забивает никого, ничего, он здесь грамотен и гармоничен, ну и фура, конечно, плохо, и соус удивительный. Я сказал, что как бы неудобно есть сворачивать, но однако, что мы вот так вот чуть подвзбили, и ничего не развалилось. Понятно, все продумано, но выглядит как будто бы гора всего на тонкой лепешке, но все равно здесь максимально все доведено до удобства и до идеала. Здесь для вас наш мексиканский мохито, мы готовим на основе текилы, немного мискаля, садовая шиса и лайм, конечно, очень свежий, большой, наслаждайтесь. Сколько стоит? Все коктейли на нашем баре по 700 рублей. 700 рублей, хорошо. Экофренди трубочка, но которая не распадется от жидкости. Пожалуйста. Спасибо большое. Ну, слушайте, симпатично, много льда, но самое главное вкус и красота. Красота есть, по вкусу сейчас узнаем. Мексиканский мохито. бамбулейо, бамбулейо. Здесь, конечно, просто отлично в атмосфере. Мексиканская нотка от текила мискаля, ринулась на рецепторы, но при этом свежо, легко и кажется, что такой леген. Возможно, такой есть, но что мне подсказывать, что ты бахнешь так вот и как-то вот чуть-чуть тебя затмит. Поэтому не торопитесь, наслаждайтесь. Тут каждый глоточек на вес золота, потому что ей не так много жидкости и хочется распознать. Это прям вкусно, это вот гармонично чувствуется цитрусовность, то, что мы пили в качестве поцелуя. Хороший. Пока кажется, что легонький, но, во-первых, еще не вечер, а во-вторых, ну, кто в баре, тем или в таком, пьет один коктейль, потому что уже это второй после welcome drink, но и дальше еще что-нибудь точно возьмем. Но нужно будем закусить сразу после, иначе обманчивый. Вот правда, кажется, да что здесь спит еще? Вода прозрачная. Понимаете? Уже вот чем? Ну, все поняли. хорошо. Я, честно, повторил прямо сейчас, если бы не обзор. Мне понравилось, я бы весь вечер подтягивал, но хочется другое, и еще потом бахнуть шотик. В общем, планово громадье. Не беспокойтесь, оператор тоже выпьет, просто мы пока на работе. И я на работе, но короче, понятно. Следующий напиток для вас вариация на базил смеш с красным базиликом, с джином и с ким херрисом. Сверху чипсы с красным базиликом. Можно есть. 700 рублей так же, как все на филе. Ну, что ж, спасибо. Приятно. Подсушенный красный базилик. Что вы все слышали? Сухой херрис, джин и кубик льда на полстакана. Аромата, как такового, нет. Есть ощущение студенности, то есть от льда тянет. Давайте потянем и мы. Жалко, тут нет спинки у стула, потому что хочется облокотиться и максимально расслабиться. Я бы назвал коктейль одного глотка, то есть после одного глотка сразу все понятно, как дальше будет проходить ваш вечер. поясняю как. Весело, питка. Все, может, ничего не надо. Не, правда, вот за такой вот завесой вкусненького коктейля скрывается вот такая вот мощь, мягкая сила. И вот по вкусу просто что-то вот, как, конфетка такая кисленькая, храмелька. но ты понимаешь, что так же миксовано, что ты, опять же, выпив парочку таких, ты не упадешь. Нет, в том случае, это не бронебойная штука. Ты остаешься здесь на еще и еще заказах. Сложно объяснить. то есть вкусно, пьяно и атмосферно и душисто это да, но конкретно, конечно, не передать, потому что здесь настолько вот все переботянуло, но при этом очень сконцентрировано. Есть блюдный вид, который там очень идут широко по диапазону, то есть, да, как бы есть главный вкус и опетление нити. здесь как будто бы все вот в одном шарике, в одном кубике. Пытаюсь как-то визуализировать свои ощущения, потому что я скажу, ну, блин, это коктейль кисленький с джином, с сухим хиресом, с базиликом. Не так понятно. Вот хочется передать вам свои картинки, свои вот эти вот видео-презентации относительно блюд. Можно и повторять со временем. видите, 8, можно заново. отлично. Далее для вас наша вариация на легендарный коктейль Кузнечик. Мы делаем его на нашем кофейном эликсире с греческим йогуртом, с мятным и банановым ликером. Сверху посыпан тёртым горьким шоколадом. Он сливочный такой, насыщенный, десертный, дежестивный. Спасибо большое. Это то, чего не хватало, десертного, дежестивного на ход ноги. Спасибо. За ваше здоровье конкретно. Спасибо большое. Приятно. За вас тоже, но в другой раз. Ну что? Ох, йогурт, банан, шоколад, кайф. Вот, серьезно. Такой уникальный. Такое сочетание в плане коктейли, я вижу, буду пробовать в первые. 700 рублей, так же, как и все коктейли. Но, с другой стороны, что бы нет. Хоть тысячу, если люди берут, если это оправданно. Я думал, что кофе будет на первом месте много. Кофе я не очень люблю, как вкус, но здесь так все переплетено, много вкусов, но, как говорится, класс. И вот, если предыдущие чувствовались алкогольными, то это как бы вообще, о, смузи. Давайте сразу все бахнем. Но, опять же, тут нужно быть аккуратным. Не зря подходят и подливают воду. Культура питья должна быть, тем более в Петербурге. Запили водой, обязательно закусили, и можете пить сколько влечь за. все, что я вам сейчас не скажу, правда, будет меркнуть. Ну, то есть, это вкусно, пить, качественно, слаженно. Это вы слышали уже от меня тысячи раз. И, к сожалению, опять же, как и визуально, так и на вкус нужно пробовать самим. никто вам не передаст. Я думаю, что даже авторы этих коктейлей, которые на этом собаку съели, попытаются, у них получится лучше, чем у меня, но то, что вы попробуете и сами поймете в сравнении с тем, что вы через экран, сами поймете, это не сравнится. и в пляс хочется пойти и посидеть одновременно. Можно, в принципе, ногой дрыгать и как бы это все будет вместе. Денчик сейчас вот смеется и правильно делает, потому что я понимаю, как я в любви с страны, это моя работа. То есть, я могу серьезнее думать, ребята, Эль Капитес, вот такой бар, классный, я советую и в фильме он на своем почетном месте. По сути, просто пришел бы смыть и рассказать, как у меня вкусно. Точнее, пытаться рассказать, потому что в данном случае у меня не получилось, но у меня это вообще не парит. То есть, по моим этим рассказам, по стилю рассказов, понимаете, что мне хорошо и это работает лучше любых слов каких-то там зубных и велеречивых. Ну, стоп, надо кайфовать. Конечно, вот в некоторые места хочется прийти без камеры. Вот просто раз, пришел, кайфанул, то же самое, сам почувствовал, но тебе не нужно никому ничего передавать. Ну, в крайнем случае с собеседником, ты говоришь, понимаешь, меня говорит, конечно, я тоже сам выпил, вообще кайфовал. Ну, чистый классный напиток. Вот, да, здесь всего 8 коктейлей и 6 блюд, поэтому мы как-нибудь летом придем сюда на все меню. Я попробую и попробую и попробую еще. я думаю, что так будет правильно. Сейчас мы завершим, потому что еще у нас одно местечко. Но Эль Капитес, конечно, топ. Титулованный и заслуженный. стоя около театра Ленсовета придумал классную, на мой взгляд, аналогию. Бары, как артисты, есть титулованные, есть заслуженные, а есть народные. И этот бар относится к последним. Находится вот рядом с театром, в арочке, но преступно мало людей, о нем знают, хотя уже 7 или 8 лет он существует и радует тех, кто о нем в курсе своими напитками едой. Последняя точка в нашем фильме, буквально вот диджестив, и я вам покажу новые позиции, которые я там для себя открыл. Там есть один минус, он же плюс. Плохо ловит связь. И поначалу, как только сели, телефон смотришь по привычке, такой, что-то и писать не могут, звонить не могут, а потом, когда осел, когда уже прочувствовал, думаешь, о, и писать не могут, и звонить не могут. Кайф. В общем, это бар. Последняя точка в нашем фильме. И вот такая, самая яркая, самая душевная. Вот мы и добрались до финальной точки этого фильма. Это бар. Я в Питер приезжаю где-то раз в месяц денька на 3-4. И один, иногда два, иногда три раза бываю в этом баре. Перед поездом 100%, поэтому есть некоторые истории, но не сегодня. Но так вообще захаживаю. И если раньше классикой, базой была только русская тарелка и хреновуха с рассолом, то сейчас диапазон гастрономический мой расширился. И сегодня я покажу то, что заказываю каждый раз. Мы с Александром и разными компаниями попробовали все настойки в сумме, но лучше сливочный лимончелло я не нашел. Воду подают заведомо комплиментом. Она всегда пригождается. Есть меню, но, честно вам скажу, ни разу из там 30-40 раз, что я здесь был, по нему не заказываю, даже не заглядываю, потому что либо меня направляют и предлагают те блюда, которые можно посоветовать, либо я вот а вот прийти что-нибудь вкусного, хорошего, питкого, яркого и мне несут. Естественно, всегда оплачивают, даже когда без камеры, а тем более когда с камерой. Но это я считаю правильно, что бизнес должен процветать, а блогер должен радовать своих подписчиков. Ну, начнем мы, естественно, с классики-классик. Бриллиантовое сочетание, которое я вам показывал уже не единожды и ролики есть на моих каналах, но в любом случае всегда нужно повторить. Это у нас хреновуха с рассолом из-под капусты и не то чтобы к ней идет, но просто брать одно без другого мне кажется бессмысленно. Это русская тарелка. Не знаю, сколько стоит ни одно, ни второе. Денчик подписывает, вы узнали, но я всегда оплачиваю, несмотря в счет, потому что это уже после вечера здесь неважно. Сало, килечка на хлебушке хрустящем, хлебушек хрустящий отдельно, капуста, лук, картошечка и огурцы. На двоих идеально, то есть вы берете хреновуху с рассолом, тарелку и на двоих. Иногда хватает тарелки на две стопки, иногда сразу съедается. В общем, тут смотрите сами. У каждого свой ритуал потребления, свои правила, но я делаю так и вам показываю. Музыка живая, джаз почти каждый вечер, а может быть и каждый, и поэтому сегодня будет чуть громче, чем может быть хотелось бы для камеры, но здесь такая атмосфера, привыкаем. Итак, четвертинем, рецепторы оросили, получили заряд кислоты, дальше половиним. Прочувствовали? Четвертинку, ну точнее уже треть, можно сказать. Все, упустились и можно есть. Начнем с бутербродика, хрустящий хлеб с небольшим количеством масла и килечка. Ох, как это хорошо. Не суперсложно, ни в коем случае знакомо, но так желанно и так к месту. Ну вот. Слетаются и друг с другом, и с напитком. Поехали. Переходим к картошечке. Давайте возьмем вот это вот по лумянестей. подкрусткая, но тоже хороша. Хлебушек. Так же звучит. И давайте на него сало из морозилки. Ох, вот смотрите, с отпечатками, с тиснением от ножа. господа, знали бы вы сколько компаний и сколько в сумме людей я провел через этот ритуал и через этот бар. ну к сотне наверное близится. так все годы. И никто не был недоволен. То есть все прям кайфанули. А были разные компании. известные вам люди, и пока неизвестные вам люди, и совсем не медийные. Огурочек хороший. В общем как бы не так чтобы слишком сложно, незатейливо, но все к месту. И вот пришли к эталонной тарелке. Потому что одно время там были какие-то грибы, но они то горчили, то были водянистые. В общем сейчас она такая, какая должна быть. Капутка огонь. Чуть ядреная, но добрая. Ну и конечно куда без лучка. Давайте его вот так вот водрузим аккуратно. На самом деле не важно кто там нет, главное чтобы было вкусно. А вкусно будет. после лучка самое время в финале. Половиним. И допиваем. И все. Дальше все полезно, что в рот полезно. Тут уже можете миксовать лук салом, закусываем хлебом и просто едим в свое удовольствие. Дальше уже нет правил. В принципе это здесь их не особо, но я просто вывел эту формулу, которая максимальное удовольствие дарит. В общем эту базу выяснили. Идем дальше. Перед вами два брата, с которыми я познакомился совсем недавно, но они мне запали к душу. Не обязательно, может даже не рекомендую брать сразу два, но для обзора я взял. Это у нас Херес, это все мне, Александр. Испания, Херес, контрабандиста Володеспин, он неправильно произнес. То есть я пробовал его самым последним из всего, что я сегодня показываю, но прям лучший враг хорошего. И вот я не знаю. И португальский портвейн Грэмс Тони классный, но выбрать между ними не могу. Хотя для того, чтобы получить удовольствие максимально экономическое и понять что-что, нужно бы их разделять. Начнем мы с более старшего для меня, то есть более знакомого товарища. Это Грэмс Тони портвейн. Нужно признаться в двух вещах. Первое, то, что вы догадывались, я уже сказал, я не знаю, сколько это стоит. И второе, я не шибко так разбираюсь в портвейне. То есть он в бочке, долго время хранится. Но я не расскажу. Хозяин этого заведения, Григорь, вот он угорает портвейном и он начал прививать мне любовь к этому напитку. Потому что раньше что было? Три семерки, а еще и с колой какой-то пунч делаете на дачке с друзьями. Это был портвейн для меня. Оказывается, это прям целая наука. И конкретный экземпляр очень гастрономичный. Аромат такой тяжелый, с медовыми нотами, с красными ягодами. Может быть вишня, может быть вы знаете какая черноплодка. ароматика богатая. Пьется легко, оставляет просто половину послевкусия, и ты вот еще пару минут точно ничего не должен ни есть, ни пить. То есть вот ты проглотил и ждешь, анализируешь, вычисляешь, что из вкусов осталось, что уж просто добавилось. Вот правда. Если у вас есть потребность в чем-то новом и хорошем, вот портвейн граммс стоуней, это оно. Сложно описать, когда ты не пробовал. Но те, кто пробовал, я думаю, что меня поймут. Разопись. Не как слеза, нет, не то, что ой, смотрите, там это бесследно проходит. Нет, наоборот, прелесть этого напитка в том, что он с тобой на некоторое время. Предлагаю братьев разделить, во-первых, водой, чуть снимет послевкусие и закуской. Это Vitello Tonato. Да, в баре, и да, я это советую. Один из самых вкуснейших Vitello Tonato, который я пробовал. Тут такой соус, ребята, максимально насыщенный, классный. И при этом он говядину ни в коем случае не забивает, не абьюзит. До сих пор не могу поверить, что в баре, где, в принципе, главное это выпить, ну, казалось бы, такое блюдо. Не то, что я много здесь пробовал, и точно не могу сказать, что вот это самое лучшее, но из того, что я здесь ел, это, конечно, можно назвать моим фаворитом. Каперсы, сыр, много соуса и хорошие такие куски говядины. Это можно с кем-то делить, но не нужно. в одного самое милое дело. Как закуска огонь. Яркий соус, который делает 10% 60 работы. с этим блюдом я буду сравнивать все дальнейшие. И, к сожалению, почти все будут проигрывать. Ну, правда, здесь все прекрасно. посмотрите, тарелочка такая яркая, а здесь бледновато, специально, чтобы вы не расслаблялись, потому что во вкусе снова будет яркость. И от соуса, конечно, первого. Вышечка, пушечка, петарда. Это моя новая любовь кереса контрабандиста Волдеспина. Я пробовал его единожды, но влюбился. Это не лучше, чем портфейн. Это другое. И про кересы я еще меньше знаю, чем про портфейны, поэтому тут даже не буду пытаться рассказывать, как это все делается. Просто вкус. Потому что здесь особенность есть. Скажу после того, как выпьем. Послевкусие ореховое. И оно длится не одну минуту. То есть выпиваешь, такая вот есть кислинка, общая такая яркость. Нет той тяжести, той грузности, которая есть в Грэмсер Тоне, но то, что вы чувствуете опосля, вас поразит. Если опять же это впервые пробыть. То есть такой ореховый тонкий вкус. Опять же, ничем сразу не запивать, не заедать. Просто бахнули и ждете. Анализируются ощущения. Это именно кайфово и гастрономично. Потому что бар это не про выпить, бухнуть. Понимаю, некоторые приходят, разные ситуации бывают, но здесь все-таки и про культуру питья не то, что не забывать, но здесь выгравировано золотыми буквами на всех буквально стенах. Тут херес, он другой. Но все равно я бы их в обычном жизни не на камеру я бы не смешивал. То есть один вечер херес, другой вечер партнер. Но тоже вещь, тоже присмотритесь. Ну и королева вечера. Дежестивное сливочное лимончелло. Я одно время начал пробовать в Кушество в России именно этот продукт, но понял, что я не объективен, потому что это номер один для меня вот здесь. Есть в классных заведениях в России подобные, приближающиеся к этому уровню, но все равно это номер один. Потому что многие делают лимончеллу сливочную больше лимончеллы, а здесь она больше сливочной. И вот сколько литров я ее выпил за эти годы, ну исчезнет. Наверное, чуть больше, только хреновуке, потому что она раньше появилась в моей жизни. Вот. Ну вот. Вот посмотрите. Камера не передает, к сожалению. Да и я на самом деле не передаю. Вот тут только личная проба. и если хреновука все-таки это вещь такая довольно специфическая и тонким натурам художественным людям не всегда приятно пить, потому что все-таки но это хреновука 40 градусов, здесь все падают нить, все кайфуют, радуются, просят добавки, потому что она подходит абсолютно для любой компании, любых людей, и вот все, кому можно пить, могут ее пить и кайфовать. За ваше здоровье, господа. О, и Александр подтянулся. В общем, сливочное лиманчелло. Как влекая, ребята, сливки просто вот красные и колкость от лимона, от сливочного, это все вот перемежается и классно оседает после всего съеденного и выпитого. Я считаю, что это прям самое последнее. После нее вот не нужно ничего пить. Если Херес и Бортвейн можно через время запивать и заедать, то вот это последнее, финальное. Вы выпили и дальше немножко пошли по городу, чтобы развеяться и подышать и, может быть, дошли до нашей первой точки, до шавермы той самой, легендарной. И как раз фильм закольцуется. вот, то есть раз выпили, пока там идете, минут 5-7 уже флер пройдет и можно заесть. И тут есть, чем заесть. Ну вот, прям съесть вечером ближе к ночи на эту вот жирную классическую шаверму в пите с чесночным соусом, это вот милое дело. Я так делал неоднократно, Александр соврать не даст. Две недели назад. Две недели назад так было. Вот, поэтому такой вот небольшой гид по этому заведению и в целом по Питеру. Не все естественно, я вам скажу, еще в Москве на студии, но пока я рад, счастлив, горд за вас, то, что вы досмотрели, за Александра, то, что выстоял и меня вытерпел и все рестораны. В общем, точно снимем отдельный обзор этого заведения и точно еще почитаю, проштудирую, знаю про Патвейн и про Хереса, чтобы вам, можно сказать, какую-то информацию, они просто вкусно, там, ореховый, ореховый в сливкусе. Хотя этого тоже мне хватает, то есть я раз, кайфую, ну, я думаю, что тоже вместе со мной. В общем, вопрос один, а нуля до десяти на сколько пьяных? Ну, кто празднику рад, тот загодит пьян. Я сейчас хорош, то есть у меня здесь были, кстати, случаи, когда девяточка была. Была девяточка, а вот была, потому что вот была девяточка и мы потом пошли меня провожать на поезд и там еще по дороге где-то бахнули текилы абсента, да, я уже это плохо помню. Александр видео снимал для частной коллекции и там была уже десяточка. Хотя, кстати, в чем прикол это возведение. Здесь алкоголь качественный и вот после, ну, на следующий день, сколько бы ты здесь не выпил, у тебя не болит голова, у меня, по крайней мере, и ты не чувствуешь себя плохо. Вот это удивительно. То есть, обычно, когда много выпьешь, съешь там, жирного, алкогольного, все, вот это вот, ну, потом так себе, а вот здесь раз, и утром просыпаешься там в восемь часов на Книградском отеле в Москве и вот прям как урочек можешь идти по делам. Или поспать, если дел сегодня. В общем, чудесное заведение, но недо обозренное, так скажем. Петербург не зря называют гастрономической столицей России. Здесь огромное количество высококлассных ресторанных проектов. Все не охватить даже в серии фильмов, но стараться нужно. Поэтому напоминаю, что у себя в Телеграм-канале ведущий фудблогер я добрал список рекомендуемых для посещения мест. Обязательно приезжайте в Питер посмотреть красоты и поесть вкусноты. Надеюсь, это видео было для вас интересным и станет полезным. В любом случае не забудьте поставить лайк и пишите в комментариях, куда съедете в следующий раз. Спасибо за просмотр и ждите фудблогера в своем городе. Вы лучше всех. Макс Брандт. Пока.